Благодарю вас за аплодисменты. Это очередной выпуск нашего основного политического ток-шоу «Чёрного зеркала», который готовит, как всегда, редакция подробностей. В студии программы ведущий Евгений Киселёв, это я, а мне помогает, как всегда, мой коллега, ведущий подробностей Алексей Лихман. Аплодисменты. Вообще-то редко так бывает, чтобы такое внимание к событиям, связанным с дипломатией. Всё-таки чаще мы говорим о событиях во внутренней политике, в социальной сфере, в общественной жизни страны. Но сейчас действительно произошли вещи, скажем так, из ряда вон выходящие. Визит Кэрри вчера в Киев в госсекретаря Соединенных Штатов был запланирован, но, как все уже, наверное, знают, неожиданно сюда пожаловали ещё два европейских лидера первой величины, я имею в виду канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая сейчас является в некотором смысле безусловным лидером, политическим лидером всей Европы, и её коллега, французский президент Алан. И потом выяснилось, что они после переговоров здесь, в Киеве, полетят в Москву. И вот сейчас они обсуждают мирные предложения с российским лидером Владимиром Путиным. И потом пока ещё ничего не известно относительно того, до чего договорились. Буквально несколько минут назад участники переговоров выходили к прессе, но ничего не заявили, просто, как я понял, была фотосессия, то, что называется по-английски photo opportunity. И они вернулись и продолжают переговоры. Я надеюсь, что у нас сегодня, буквально через минут 5 или 10, включится наш корреспондент в Мюнхене. Там на конференции по безопасности, которая проводится традиционно в начале февраля, работает наш спецкорд Татьяна Лугунова, расскажет, что там происходит. Значит, завтра там в ходе одной из панельных дискуссий должен выступать президент Украины Пётр Порошенко. Ждём также прямого включения прямо с Банковой, из администрации президента, первого заместителя главы администрации Валерия Чалова, может быть он нам, приоткроет хотя бы какие-то дипломатические тайны, связанные с этими переговорами. Ну вот мне сейчас подскажут, что есть уже материал от нашего корреспондента. Как я уже сказал, в Мюнхене работает наш спецкорд Татьяна Лугунова. И вот, что она рассказывает о происходящем там. Мы сейчас находимся возле отеля Баварский двор. Это место, где несколько часов назад началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сейчас это самое безопасное место, если не в Европе, то точно в Германии. Здесь буквально на каждом шагу полицейские. Ну а в самом отеле гости конференции говорят о безопасности глобальной. И главная тема этого года – события в Украине. Так было задумано изначально, на субботу, то есть на завтра. Организаторы запланировали дебаты при участии президента Порошенко. Но здесь, в Мюнхене, наверняка даже представить не могли, насколько они попадут в яблочко и с темой, и с датой. И помогли организаторам Ангела Меркель и Франсуа Алант. Их неожиданное решение – посетить Киев и Москву – застало врасплох всех. Здесь, в Мюнхене, все гадают, что это за мирный план, который Меркель и Алант уже показали лидерам Украины и России, кто его придумал, какие есть варианты, и возможен ли компромисс. Интриги добавляет и то, что ничего точно спрограммировано. Вот так так. Я прошу прощения, господа режиссеры, что у нас случилось? Обрыж? Простите ради бога, у нас какие-то технические накладки случились. В общем, полусловие рассказ Татьяны Лугуновой прервался. Ну ничего, хочу к здесь присутствующим обратиться. Кто из вас, господа, ожидал такого развития событий? Признавайтесь честно. Андрей Ермолаев, вы? Добрый вечер. Ожидаемо. Ожидаемо? Я напомню, Андрей Ермолаев возглавляет институт «Новая Украина». Вообще, я считаю, что любая импровизация большой политики – это хорошо продуманный ход. Ожидание Мюнхенской конференции было давно. Ее рассматривали как некий рубеж, потому что события в Украине поставили под вопрос европейскую, глобальную безопасность и… Да нет, я не про Мюнхенскую конференцию. Я понимаю. Я имею в виду про этот неожиданный сбор в Киеве, а потом в Москве. Совершенно верно. И то, что эта конференция должна дать хоть какой-то ответ, было очевидно. Мы за неделю до Мюнхенской конференции, по сути, получили коллективный ультиматум в отношении необходимости нового политического диалога. Напомню, позиция МВФ по кредиту, МИР, позиция НАТО, генеральный секретарь, политические диалоги. Так, давайте, секундочку, Андрей, извините, что вас перебивают. Давайте, что называется, как в армии говорят, по разделению. Вы начали с того, что МВФ, да? Чуть подробнее. Позиция МВФ. Необходимость возможной новой увеличенной финансовой помощи связывается с установлением мира в Украине. То есть возникла жесткая цепка. Жесткая цепка. Вторая позиция. Целый ряд сторон и институтов, и стран в ответ на нашу просьбу о военной помощи отказали, дав понять, что только политический диалог. Резолюция ПАСЭ. Ключевая позиция – политический диалог. Призыв лидеров. Обама, Меркель, Оланд. Политический диалог. И очевидно было, что с провалом минского формата, а он провалился не в прошлую субботу, он, по сути, был провален до Нового года, когда готовилась зимняя кампания. К Мюнхену готовится новое предложение по мирному плану. Вопрос остался лишь в том, кто будет первый. И, на мой взгляд, европейские лидеры, которые, по сути, несут ответственность за Украину, либо должны были инициировать новую постнормандскую, постженевскую панель, либо они были более нежный ход, просто сами приехали. Но то, что Европа готовилась к Мюнхену с новой инициативой, было очевидно. Вопрос состоит в том, сможет ли Украина признать, по сути, неэффективность, если не сказать больше, провал минского формата, и пойдет ли она на новые переговоры. В этой связи можно предположить, что речь будет идти о новых форматах, раз. Этих форматов будет минимум два, внутриукраинский и международный. В-третьих, очевидно, что во внутриукраинском, де-факто, придется признать вооруженных сепаратистов стороной. Это, де-факто, произошло в Минске, но придется теперь по-новому к этому действительности. Третья важная позиция. Вождейшей стороной плана будет новый национальный диалог, которого не было до сих пор. А что касается второго международного формата, скорее всего, это будут все страны, гаранты по Будапештскому меморандуму, отдельно Евросоюз и, я думаю, ОБСЕ и ООН. Вот эти два формата, по всей видимости, будут обсуждаться как взаимосвязанные. Ибо крупные игроки, такие как Евросоюз, отдельно Германия, отдельно Соединенные Штаты, будут готовы дальше поддерживать Украину, при условии, что в Украине произойдет определенный консенсус по поводу Донбасса. А он возможен только, если будут расширены стороны и будут подготовлены не просто абстрактный план, а план действий с подписями, гарантиями, исполнителями. Так, смотрите, у меня сразу возник целый ряд вопросов, но я задам только один. В прошлое воскресенье, нет, простите, в прошлую пятницу, неделю назад, в Вашингтоне был опубликован доклад сразу в нескольких исследовательских центрах, весьма влиятельных, под которыми подписались, опять-таки, весьма влиятельные отставные, но по-прежнему влиятельные политики, вроде Строба Телбота, двух бывших послов Америки в Киеве. Там не буду всех перечислять, где наоборот речь идет о том, что пора Америке начинать оказывать военную помощь Украине. И хотя представители администрации тут же сказали, что это в наши планы не входит, но все, вот мои личные источники, вашингтоновские, говорят, что сегодня не входит, а завтра начнет входить, потому что американская администрация находится под давлением республиканского большинства в Конгрессе, который все более и более настойчиво требует активизации сотрудничества с Украиной именно на этом управлении. Я вот смотрю, сидит и мне кивает. Вам явно нравится Борислав Сережа, народный депутат? Или не согласны наоборот? Наоборот, я согласен на 100%, более того, давайте сразу же говорить о том, что сейчас господин Обама является хромой уткой, как это часто говорят. И Конгресс, который готовится уже к предстоящим выборам, должен показывать силу республиканцев. Сила республиканцев всегда была во внешней политике. Именно поэтому Маккейн возглавил известный нам комитет, и именно поэтому Америка пообещала нам военную помощь. Мы сейчас наблюдаем практически эталонную картину, которую видела Грузия в 2008 году. Когда Саркази приезжал в Грузию, Саакашвили предлагал вариант, как нужно срочно помириться с Россией. И тогда Саркази просто ультимативно говорил, что это единственный вариант, и иначе русские танки будут в Тбилиси. Однако американцы подняли авиацию, американцы четко сказали, что сейчас они начинают помогать, и русские отказались от своих идей. В данный момент мы видим что-то подобное. В этот раз то же самое может быть? Я думаю, что более чем. Сейчас Европа заняла рефлектирующую позицию. Они рефлектируют чисто потому, что не успевают. Вот. Америка показала, что оружие мы получим. Америка сказала, да, надо разговаривать. Но в случае, если Россия и дальше будет вести себя, как идет сейчас, то мы не позволим ей перекраивать карту Европы, а также оставить Украину в покое. Украину надо оставить в покое. Именно американская поддержка на сегодняшний день заставила европейских лидеров, знаете, очень правильная фраза, евросоциалиста и еврокомсомолку приехать в Киев. И именно поэтому... Бывшую еврокомсомолку. Ну, еврокомсомолки не бывают бывших. Ангела Меркель как раз пример того, как бывшие комсомольцы становятся новыми адептами совсем другой религии. Евгений, ну вы видите, что сейчас именно такая ситуация и развивается. И фактически Москва хотела навязать Украине свою точку зрения. Однако совершенно случайно Кэрри приехал раньше. Случайно в кавычках. После этого история пошла совершенно по-другому. Ни Меркель, ни Оланд не планировали потом полет в Москву. Сейчас они полетели, о чем-то был разговор. Мы увидим, что будет дальше. Но то, что Америка окажет Украине всевозможную военную помощь, этот сигнал мы получили более чем привыкли. Так может быть европейцы поэтому и засуетились? Как раз Америка далеко, да? Америка недалеко. Просто Европа оказалась на обочине переговорного процесса. Они уже не участники переговора. А если что, Европу расхлебывать? Правильно, поэтому они решили вмешаться. Может быть поэтому, может нет. Однако то, что российские планы будут сейчас сорваны, это более чем очевидно. По очереди, пожалуйста, Олег Волошин, внешнеполитический эксперт. Я вот как раз позволю себе сказать, что это среднее между тем, что сказал уважаемый Андрей Васильевич и Борислав. С одной стороны, все же сказал Ермолаев правильно, но действительно выпала вообще Россия. Такое ощущение, что западные лидеры приехали нас учить, как нам вести внутренний диалог. На самом деле, абсолютно никакой внутренний диалог в Украине нельзя начинать, пока Россия не прекратит агрессию. Это абсолютно очевидно. Это первое. Что говорит Борислав, я тоже в корне не согласен, администрация Обамы ни одного шага сегодня не предпринимает, не согласоват с европейцами. В этом и есть сила западной позиции, мы, кажется, уже в этой студии это обсуждали. Если только американцы начнут действовать, как и раньше было при Буш и Юни-Леджероли, то есть в одностороннем порядке, они эффективно всех санкций рухнут, потому что российская экономика зависит от Европы, от европейской экономики, от американской она зависит очень слабо. Поэтому сила санкций именно в консолидированности действий. Я понимаю, что Дамоклов меч с военной помощью действительно подвес. Я сейчас гораздо проще, если что перебью, вы просто не знаете одного маленького нюанса, который знает моя коллега. Дело в том, что когда госпожа Меркель и господин Олан пришли в комнату для того, чтобы произвести давление на президента Украины, господин президент, видимо, вспомнил, что он когда-то был неплохим министром иностранных дел и просто их переиграл. А вот вы сейчас спросите, я вас всех перебью, потому что есть кого спросить о том, так ли это было на самом деле. У нас сейчас как раз на связи из администрации президента и заместителя ее руководителя Валерий Чалый, который там на Банковой отвечает за все вопросы связанных с внешней политикой Валерии. Добрый вечер. Слышите нас? Добрый вечер. А скажите сразу... Так, я не только вас слышу, но и дискуссию трошки послухал. А, даже дискуссию послушали. Ну смотрите, во-первых, у вас есть какая-то информация из Москвы, которой можете поделиться? Или вы, как и мы, ждете каких-то результатов? Ну а как вы думаете, сегодня будут какие-то результаты или переговоры завтра продолжатся? Нет, очевидно, что результаты будут сегодня, и они тогда визначат наступный период, как будут развиваться события. То, что вы обговорили, я почувствовал про майстерность и опыт Петра Порошенко, как дипломата. Я хочу отметить, что я это не откидаю, но, на самом деле, никакого тиска с боку европейцев на нас не было. Вы знаете, я давно и сам говорил, что не должны визначать в будущем Украине кто-то сзовне. И такие побоевания были не у нас, а это обговорилось с экспертом. Вчерашняя встреча засвечила, что мы можем сейчас чётко говорить с нашими партнерами про единую позицию. Власне, с этой позиции трех они поехали до Москвы сейчас, до четвертой стороны нормандского формата. Ну хорошо, вот позвольте вас спросить по поводу некоторых публикаций, которые сейчас оживлённо обсуждаются в интернете, в сети, в разных социальных сетях. Вот Фигаро сегодня написал, что план Меркеля и Оланда предусматривает, как условие реализации, внеблоковость Украины, то есть некую декларацию или некое обязательство относительно того, что в ближайшем обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, и федерализацию. Это соответствует действительности? Во-первых, я сразу скажу, как участник этих переговоров, я скажу, что нет, не отвечает действительности. Никаких обговорений о федерализации, никакого обговорения того, что сейчас в закордонной прессе звучало, нет. До речи, даже в оперативном режиме и пресс-секретарь, керевники делегации, они реагировали на свои немецкие, французские видания. Сегодня пресс-секретарь президента Циволка реагировал. Ну, это журналистская работа, все вибудовывают версии, тем больше все хотят мира, все хотят найти решение. Но правда в том, что обговорились конкретно по основе мінских договорностей. Можливо, более конкретные вещи, как выйти на результат, как остановить огонь, как развести тяжелую артиллерию и ракетные системы, в какие дни, как выйти на решение политического процесса. То есть, по сути, пояснилась партнерам наша специфика и внутреннее украинское законодательство. И я вам могу сказать, что это было просто на столе, просто лежали карты, где точно узгоджировали все позиции. То есть, не было обговорения тех тем, которые вы сейчас назвали. Валерий, а чем тогда можно объяснить столь экстренный визит, внеплановый визит Меркель и Оланда сюда? Вы знаете, протягом уже кількох месяцев тривали постоянно контакты президента Украины с канцлем Немеччины и президентом Франции. Это происходило начито с Нормандии. Я помню тот вечер, когда был написан первые 11 пунктов плану президента мирного. И когда в Нормандии, это уже потом набило и далее набило уже вигляду мінских договоренностей. Тому, в принципе, это было и раньше. Они встречались разом, говорили по телефону. Мабуть, хотели перед Москвой все-таки узгодити безпосередньо, спілкуючись, через, наголошую, с конкретною, с картами, с конкретными цифрами, с документами, узгодити все позиции. Еще один миф, который я хотел бы сейчас сказать, хотя он под собой имеет определенную основу, но никакого документа плану Путина, так называемого, они не привозили для обговорения. Вырабатывалась спильная позиция прямо тут, в Киеве, за участию команд трех сторон Украины, Франции и Немеччины. Тому никакого плана Путина за основу нет. Это не значит, что не было разных планов, разных проб, но на сегодня позиция самая такая. Но вот все-таки скажите, пожалуйста, Валерий, можно сказать, или скажем так, есть ли основания предположить, я там более деликатно сформулирую вопрос, что неожиданный приезд президента Франции и канцлера Германии в Киев и затем их поездка в Москву связано с тем, что реальностью стали планы возможного оказания военной помощи Украине? Валерий. Я думаю, что я предповерен ваше сообщение. Я понял. А вот как вы относитесь, скажем, к заявлению господина Пашинского, одного из лидеров Народного фронта, который, на мой взгляд, сказал примечательную вещь, что конфликт на Донбассе нельзя решить только дипломатическим путем. Я цитирую, мы за мир, но получить его можем, будучи только сильными, только силой их остановив. Это свидетельство некоторого другого подхода к решению проблемы? Валерий. Вы знаете, я взагалі не в моих компетенциях коментувати заяву по цій позиції Пашинского, але я чую іншу заяву премьер-министр Арсений Яценюка, який сказав, что дипломатичні зусилля, а неповномасштабна війна – це той шлях, який може вывести на решение. Единственное, чем я, как граждан Украины, точно погоджусь, что, ну, навіть проанализировавши ситуацию, когда мы сильные в обороне, то тогда мы можем больше важелев повернуть за стул поговорить в все стороны. Если вы проанализируете весь период, то тогда, когда были успешные оборонные операции, после этого, восстановился диалог, даже если кто-то не хотел его продолжать. Тому, в принципе, я згоден с тем, что дипломатичный формат, он має поединуватись с сильной внутрішней консолидацией, с экономичными решениями и, очевидно, с потужной и здательностью просто оборонять страну. Иначе успеху дипломатів не будет. Тому я еще раз скажу, что, звичайно, все понимают, какая цена по тайну, что гинуть люди, и они, власне, дают нам этот шанс. Валерий, позвольте последний вопрос. Но все-таки переговоры – это всегда движение навстречу друг к другу. Это поиск какого-то компромисса. Условно говоря, в чем готовы уступить Путину? Или какой пряник ему готовы предложить? Справа в том, что, если бы мы сейчас говорили, что мы продолжаем переговоры, то тогда можно было бы говорить о каких-то поступках. Но мы вышли на решение в Минске, есть подпис Российской Федерации. Я был в Милане, брал участие просто поруч с Владимиром Владимировичем, сидели поруч, и потом он сказал публично, что он подтверждает, что реализация всего пакета, минских договоров, всего пакета, 12 позиций. И поэтому просто нужно выполнять. Поэтому, про какие пряники можно говорить? Сегодня нужно говорить про выполнение. И поэтому выникают санкции, и поэтому выникает все иное. Мова не идет про какой-то новый этап компромиссов. Мова идет про выполнение досягнутой договоренности, где есть подписка Российской Федерации. И есть подписка европейцев, и есть гарантии, которые дают возможность выйти на регулирование. Все на столе. Ну что ж, Валерий, спасибо большое. Я напомню, Валерий Чалый, заместитель главы администрации президента Украины, отвечающий там за весь комплекс внешнеполитических вопросов, был с нами на прямой связи с банковой. Возвращаемся в студию. И вот какой вопрос возникал. Такая, извините, даже, может быть, хулиганская немножко мысль. А не воспользовались ли люди, которые отвечают за курс национальной валюты присутствием сразу такого количества зарубежных татаблей в Киеве и тем, что все внимание сосредоточено на внешнеполитических делах, чтобы отпустить курс национальной валюты? Ирина Акимовна, вам вопрос. Как экономическому эксперту. Бывает такое в политике? Ну, под шумок. Наверное, бывает всякое. Это под шумок. Но я бы назвала вот этот черный четверг, который мы с вами пережили, как ожидаемую неожиданность. Почему ожидаемую? Потому что в течение этого года Национальный банк так много раз пытался экспериментировать с разными вариантами валютных политик, ну, как минимум четыре раза, что и хозяйствующие субъекты, и население, и банки, и, я думаю, в конечном счете и правительство, просто потеряло ориентир, какую же валютную политику будет вести Национальный банк. И вот эта неожиданность, которая долго раскачивала, в силу ряда причин, курс национальной валюты в течение года, как раз реализовалась в том, что пришли к самому неправильному решению, мне кажется, которое можно было бы сейчас принять, это полное заявление о полном отпуске курса. Очень странно, для меня сегодня очень странно прозвучали комментарии министра экономики, который сказал, спокойно страна, все будет хорошо, придет МВФ, и курс стабилизируется. У меня возникло несколько вопросов. Во-первых, почему валютную политику комментирует министр экономики? Но если не глава Национального банка, то я бы ожидала комментарии со стороны министра финансов. По той простой причине, что курс... Вот, кстати, у нас курс реальный на стене, мы нарисовали. Курс зависит... Межбанк и обменки. Курс зависит в значительной степени не только от Национального банка, он зависит от политики правительства. И когда... Простите, перебил вас, кто должен, я не понял. Я думаю, что комментировать курс должен глава Национального банка, но сегодня было бы логично послушать и комментарии министра финансов. Потому что когда в бюджет 2015 года закладывалась цифра порядка 66 миллиардов гривен перечисления прибыли Национального банка, а это почти в 1,7 раза больше, чем решил Совет Национального банка, это ответственность министра финансов, подумайте сказать, нельзя подрывать курс гривны. Такая фискальная политика приведет к валютному краху. Мой второй вопрос заключается в том, почему в течение года вот тема усиления контроля за рефинансированием возникла только во второй половине года. Почему в первой половине года тема рефинансирования банков по разным субъективным причинам не вставала на повестку дня. Третий мой вопрос заключается в том, почему сегодня, точнее вчера в четверг, вместо того, чтобы четко сказать, мы идем по пути управляемого валютного курса. Только управляемый валютный курс может сейчас помочь нам выйти из ситуации. Был опять послан стихийный сигнал, регулировать ничего не будем. Давайте посмотрим на последствия, эти последствия очень серьезные, потому что просто за одну ночь наш государственный долг по новому курсу вырос с 72% ВВП до 100%. Это предел стабильности, или точнее предел нестабильности для всех развивающихся экономик. Что мы будем с этим делать? Как работать с этим новым государственным долгом? Давайте посмотрим на банковскую систему. 50 миллиардов гривен потерь банков в прошлом году при курсе, в среднем курсе, 11,8. Какие мы потери получим в этом году? Как будет справляться Национальный банк вместе с правительством с тем, что называется системный банковский кризис? Еще одна цифра. Простите, я перебью. Системный банковский кризис – это, грубо говоря, не возврат кредитов клиентами банков? Это ситуация, когда большое количество банков, а их сейчас уже порядка 37, находятся под временной администрацией. И стоит большой вопрос. Но они находятся под временной администрацией, потому что им не отдают деньги, потому что клиенты, частные лица, юридические лица просто не в состоянии вернуть деньги обратно. Совершенно верно. Конечно. И еще одна цифра, которая поражает и, к сожалению, убивает в какой-то степени большую долю оптимизма. Эта цифра – воловой национальный продукт на душу в долларовом исчислении. Если всего лишь несколько недель назад он составлял порядка 3 тысяч долларов на душу, то сейчас это 1 600. Украина упала в группу беднейших стран. Беднейшие страны – это те, которые живут за счет продажи своего сырья, либо неквалифицированного, непрофессионального труда своего населения. Вот это последствия, которые нельзя игнорировать, которые сейчас требуют большого консенсуса политического внутри коалиции. Что мы будем делать? Сейчас не время писать длительные планы, время конкретных действий. А давайте мы попробуем узнать, что думают в нашем кабинете министров. Мы приглашаем с Евгением сейчас присоединиться к нашему разговору и министра финансов, и министра экономики. Хотите – звоните, приезжайте, мы открыты к диалогу, мы ждем вас в этой услуге хотя бы по телефонной связи. Очень бы не хотелось, наверное, чтобы комментировал глава Национального банка сейчас, потому что это уже некий тотализатор получается. Как только новая пресс-конференция госпожи Гудонтаревой, у нас курс начинает расти, и рынок соответствующе реагирует. И вторая часть, действительно, нужно согласиться, что это вопрос не только Национального банка, но и Кабинета министров. Если, сообща, работает станок денежный, эти деньги поступают, гривны поступают в нашу экономику, то есть уже завтра, получая зарплаты, Марья Ивановна берет эти гривны и несет их в обменку для того, чтобы купить доллар или повысить этот спрос. Чем больше наше правительство вместе с Национальным банком печатает денег, тем выше и больше будет дальше курс. Меня единственное, что волнует, что 25 гривен пока что не порог. В 2008 году... Кстати, а каких цифр можно ждать? Кто-то прогнозирует. Не хотелось бы прогнозировать, но в 2008 году было одно правильное решение. Был лимит на выдачу депозитов и снятие денег с карточек. Ни вы, ни я не смогли бы тогда снять больше 500 гривен. Сейчас вы можете 3000 снять гривен, кто-то 1000 гривен, и тут же, не уходя далеко, у валютного менялы купить лишних 100 долларов. Вот пока эта система не введена окончательно, чтобы мы более-менее могли ограничить этот рыночный спрос, я не говорю про компанию, про компанию госпожа Акимова, можно сказать. Но именно рыночный спрос, тем дальше рынок сам будет поднимать курс доллара. И, к сожалению, 25 или 27, которые вы указали, не придет. Я прошу прощения, Юрий, один момент, я просто хотел представить, потому что Дмитрий у нас сегодня первый раз, его, в отличие от вас, никто не знает. Дмитрий Раимов, он возглавляет такой общественный институт независимой журналистики, где несколько раз в год организуются лекции по журналистскому мастерству, по разным аспектам работы средств массовой информации. Эта лектория существует уже много лет, и я думаю, что, наверное, несколько тысяч человек через него прошло. Не все они стали журналистами, но, по крайней мере, значительная такая группа, активная группа молодых людей, интересующихся тем, как работают сегодня СМИ, хотя бы получили какие-то представления, в том числе и ваш покорный слуга там в прошлом не раз выступал, и большинство других ведущих украинских журналистов. Юрий, вам слово. Знаете, просто я хотел бы выкоментовать, но просто, насправді, те, что мы сейчас в студии это чуем, и те, что делают такие же вещи пани Гонтарева, есть одна из причин, почему мы сейчас имеем такой курс. Насправді, неприпустимо в эфирах загально-национальных ток-шоу обговорювать возможный обвал гривни. Потому что это и причиняет обвал гривни. Понимаете? И это одна из причин, почему у нас так произошло. Потому что пани Гонтарева протягом листопада, грудня, постоянно выходила на телебачение, и за два тижня попереджали про те адміністративные вещи, которые она планирует ввести. Это, власне говоря, сейчас позволило того, что гроши выводили телебачение. Хорошо, давайте, Юрий, не будем тогда об этом говорить. Давайте поговорим о реформах, которых ждет МВФ, на деньги, которого мы рассчитываем. Действительно у нас или нет. Можно все-таки я завершу? Дайте закончить. Что это на самом деле элементарные вещи, которые выкладываются на первом курсе любого экономического университета. Понимаете? И те, что глава Нацбанка себе позволяет такие вещи, власне говоря, делать, и до сих пор позволяет себе такие вещи делать. Власне говоря, что есть один из чинников, почему у нас сегодня такой курс. И я, до речи, вважаю, что она просто, власне говоря, профнепридатна. Зокрема через такие вещи. И тут суммеш профнепридатности... Не варто говорити про профнепридатність тоді, коли немає цієї людини тут у нас в суді. Ей не было запрошено. До цієї розмови, так? Давайте принаймні, Юрий, це некоректно. Це принаймні некоректно. Ви закликаєте до того, щоб не обговорювати, як і с іншими вещами, вважаю, що це некоректно. А тепер ви продолжаете говорити про іншу людину. Ви мене змушуєте перебивати жінку, а це неправильно. Тому, пожалуйста, не перебивайте. Я маю право це говорити, тому що коли пані Гонтарєва нарешті з'явилася в Довиковній Раді, з'явилася в Довиковній Раді нарешті, після багатьох вимог народних депутатів, я оце їй сказав в обличчя, в зв'язковій запитання. Вона, до речі, не змогла. У нас традиція дуже печальна. Як тільки господин Азаров сказав, що гречка не подорожає, вона з'явилася в прилавках магазинах. І повернулася до 4-х кратной ціне. Як тільки госпожа Гонтарєва сказала, що курс 25 не буде, реально, вона оказалась права. 25 нет, 25,50, 27, т.е. вона права, вона не обманула. Тому я б рекомендовав все-таки нашим, не так, лідерам определенных финансових інституций вдерживать свои эмоції і обіщання. І займатися своєю професійною діятницей. Звичайно було б оптимальним варіантом. Вадим Віру, мені хотілося звернутися до того, з чого ви починали. Скажіть, вам вопрос. Если будуть какие-то позитивні новини з Москви, як це повлияє на ситуацію? Вінені я об цьому і хотіло сказати, тому що паніка на валютному ринку визникає прежде всього тому, що люди не вірять в мир, що може наступити реальне перемири. Тому, поскільки є ожидання, що будуть продовжуватися військові действи, що економіка буде працювати на військові действи, що буде постоянно происходить саморазрушення економіки мирної жизни, то понятно, що люди будуть запасатися чим? Резервної валюти, для того, щоб сберегати, для того, щоб потім як-то вижити. Тому що вони ж видять, що війна, да, війна об'єктивна, ми повинні захищатися, але війна разрушується економіку сьогодні. Так і без війни запасались все годи независності. Але сьогодні нет такої динамики. Якщо ви сказали, всі по 2, по 4, по 6, по 6, по 6. Це, звісно, хороше. Але у людей в країні один із сточихся – зарплата. І це зарплата у всіх гривні. І проблема, що за ці гривні доллари не купить. І чому, як це так, послушайте, чому, давайте, чому тоді под матрасом у людей 60 мільярдів доларів? Чому у них? Це ж у людей тож, а не тільки у банків, не тільки у багатих людей. Тому я все-таки хочу звернутися до того, з чого ми починаємо. Кому ми починаємо вже більше, да. З чого ми починали? Чому сьогодні така сложна ситуація? Ну, що сьогодні выбор, розв'єлка. Якщо ми не знаходимо мирного рішення, не знаходимо компроміси, то новий виток военной ескалації. Пока, слава Богу, у нас не балканський сценарий, не сирийський сценарий, да, погибло 5 тисячі человек, це дуже багато, дуже багато, гибель. 5 тисячі человек – це треті потери в Афганській війні. Треть потери в Санитеті. Але, тем не мене, слава Богу, события не розвиваються по сирийському сценарию. Там вже 4 роки йде гражданська війна, і гибель, гибель, і нет выхода із тупика. На Балканах ми тож можемо вспомнить, нисколько, в середі 90-х годів, погибло. У нас гумодянська війна, у нас гумодянська війна, а не гумодянська війна. А я що сказав, а я що сказав, а не гумодянська війна? Подожди, подожди, я поривнюю, я поривнюю зараз жертвы, я не поривнюю зараз, тип конфликту. Так? Це списання... Смотрите, а босківський или хорватський сценарий? Да ну, це болтанський. Колеги, колеги, сейчас не надо. Большая радость. Вадим, Вадим, ще раз хочу сказати. Вадим, одну штуку. Простите, ради Бога. У нас есть... Конфликты, я сейчас, просто, чтобы поставить точку. Конфликты имеют реизмерение. Внутренний, российско-украинский и Россия-Запад. Ну что, непонятно, почему Россия-Запад тоже вынуждена заниматься... Правильно, и российско-украинский, и внутрішний. Не надо забывать. Но есть внутренние источники. Ну что, мы будем сейчас... Вадим, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я вам верну слово, обещаю. И я обещал Ивану Крулько, тоже народному депутату. И вот у нас еще человек, который впервые в нашей студии, Андреас Умланд, украинский политолог, я бы так сказал, немецкого происхождения, работает в Киево-Могилянской академии. И не только там. Мы вас поприветствуем. Обязательно там вам тоже предоставим слово. Но у нас сейчас просто технический момент. С нами на связь вышла студия телевизионная в Москве. Позвольте мне, как сказать, тщательно представить нашего гостя, потому что, когда появляется гость из России, всегда нужно быть особенно тщательным в представлении. Так вот, к нам присоединяется Константин Эгерт, он обозреватель радиостанции «Коммерсант-ФМ», в прошлом многолетний главный редактор московского бюро BBC, за работу на BBC и даже орденом Британской империи награжден, между прочим. А вот Константин Эгерт один из немногих, я бы сказал, по-настоящему независимых экспертов по внешней политике, которые там сейчас остались. Константин, добрый вечер. Добрый вечер, господа. Пожалуйста, у меня к вам вопрос по поводу тех переговоров, которые сейчас продолжаются в Москве. Разные слухи ходят, ваши коллеги, в том числе некоторые российские, высказывают некоторые достаточно категорические суждения. Как вам представляется, к чему эти переговоры могут перевести, где та черта, за которую Путин не перейдет, как вы думаете? Вы знаете, мне кажется, что на эти переговоры сейчас возлагаются какие-то чрезмерные надежды, похожие на те, которые возлагались на договоренности, которые были достигнуты весной, затем на минские договоренности. Я не вижу, чтобы принципиально, скажем так, позиции сторон, я имею в виду их политическую логику, прежде всего, каким-то образом изменились. Да, как говорилось в старом советском фильме, мы все здесь питаемся хорошо проверенными слухами. И слухи эти самые разнообразные от того, что, например, одним из вариантов, скажем, одной из тем, если хотите, размена, цинично говоря, может стать освобождение, скажем, надежды Савченко, вплоть до того, что на самом деле это просто минские договоренности, просто перелицованные и как-то, так сказать, немножечко припудренные. Я так понимаю, что сейчас три лидера канцер Германии, президент Франции и президент России встречаются с глазу на глаз. Они говорят все трое по-немецки, поэтому им не нужны переводчики. И, насколько я понимаю, вообще одна из главных дискуссий, на самом деле, здесь, в Москве, между теми экспертами, которые за этим следят, это то, на самом ли деле это инициатива только Меркель и Оланда, или же мы имеем дело с ситуацией, при которой мы должны вспомнить о письме Владимира Путина Петру Порошенко, президенту Порошенко несколько недель назад. Не стало ли это, на самом деле, неким толчком с точки зрения того, что и здесь вот те, кто надеются на то, что Москва изменит свою позицию, говорят, что, наверное, все-таки и Путин тоже становится ясно, что Россия засасывается в такую воронку экономическую, политическую, из которой выхода может не быть. Поэтому вот это одна из таких тем, которые мы здесь пикейные жилеты обсуждаем. Кстати, я просто хочу прервать вас на словах про пикейные жилеты. Все-таки я стараюсь пикейных жилетов в студию не приглашать. Уж извините, пожалуйста. Но... Но это я так, в порядке иронии, Георгий Алексеевич. Но все-таки вот почему вдруг такая неожиданная поездка? Ведь мы помним прекрасно, что отношения между, скажем, Путином и Меркель в последнее время напряглись. И вдруг вот такая перемена. Что их подтолкнуло? Константин. Мне кажется, что все-таки шок от событий в Мариуполе и от нового витка боевых действий был очень силен в Европе. И я это ощутил буквально, побывав в странах Евросоюза в последние пару недель. И, как мне кажется, всем стало ясно, что минские договоренности в общем разваливаются, а ничего другого нет и надо что-то делать. если честно вам сказать, то я, конечно, не хочу заниматься доморощенным психоанализом, потому что если бы я сидел в Кремле и в Белом доме, я бы тоже очень серьезно задумался, потому что если вы каждое утро открываете ленту новостей и видите, что здесь уволили 9 тысяч человек, там уволили 10 тысяч человек, это, знаете, не самая замечательная вещь, даже если какой бы вы ни были там мега-мега-имперец, потому что когда в этих условиях экономического кризиса к вам еще будут возвращаться регулярно Гиви, Моторолы и все остальные, которые привыкли вершить суд и расправу скоро и с Калашниковым в руках, это на самом деле может оказаться не очень хорошим не только для столичной интеллигенции и засегдатых, так сказать, кафе, а просто-напросто для российской власти. И подозреваю, что какие-то такие, наверное, разговоры там тоже могут вестись. Ну да, вот была характерная такая реакция господина Путина, извините, что перебиваю вас, просто как бы к вопросу о том, о чем вы сейчас говорите. Почти истерическая реакция Путина на вот эту историю с запретом движения, с отменой, точнее, движения пригородных электричек, когда он буквально, значит, там кричал на своих подчиненных и требовал, чтобы немедленно восстановили движение. Потому что это как раз-то вот и бьет по тому простому человеку. Евгений Алексеевич, кто-то из моих коллег, если я не ошибаюсь, на сайте газета РУ, я не помню где, но посчитал, что за последние несколько месяцев президент Путин публично о действиях подчиненных ему людей говорил, они с ума сошли раза четыре уже. Понимаете, сейчас выяснилось, что восстановление движения электричек, опять же, по сообщениям вот каких-то наших российских, так сказать, экономических журналистов средств массовой информации будет стоить 22 миллиарда рублей. Это, в общем, не самые маленькие деньги, надо сказать, особенно в условиях экономического кризиса и санкций. То есть сначала отменили, потом подумали. Да, мне кажется, что, по крайней мере, мое такое ощущение, даже вот в относительно благополучной Москве, что экономически это только начало кризиса. И не учитывать это невозможно. Другое дело, что об этом кризисе говорят уже давно, об эффекте санкций говорят давно, но политика Кремля от этого совершенно не менялась, поскольку, с моей точки зрения, я не раз об этом говорил, могу еще раз сказать, российско-украинский конфликт есть конфликт, в который, по сути дела, приобрел гигантское внутриполитическое значение для России. И Украина, собственно, всегда была гигантской внутриполитической темой для России, начиная с оранжевой революции 2004 года. И теперь я боюсь просто-напросто, что бы ни говорили там Меркел, Ауланды Путин сегодня, любые договоренности могут быть в любой момент пущены под откос новой политической логикой, которая возникла в России в 2014 году в результате всего того, что у нас происходило, аннексии Крыма, войны. А именно той, что теперь либо победа, либо ничего. И это уже, на мой взгляд, в чем-то даже не зависит от желаний или нежеланий каких-то членов российского руководства. Как человек, я бы очень хотел, чтобы боевые действия закончились, чтобы люди прекратили гибнуть. И это вполне естественное человеческое желание. Как политический аналитик, я боюсь, что скорее, ну, как хотите, мой анализ, он скорее пессимистичен. Даже если что-то удастся подзаморозить, как-то притормозить, я бы так сказал, в этом противостоянии, в этом конфликте, в этой войне, то я не очень уверен, что это надолго. И, как мне кажется, пока все, что мы видели за последний год, подталкивает именно к этой мысли. Другое дело, господа, что, конечно, едва ли Владимир Путин принимал бы сейчас срочно прилетевших Меркель и Оланда, для того, чтобы сказать им, извините, ребята, вы зря съездили, до свидания, вот аэропорт Внукова в той стороне находится. Конечно, на таком уровне все-таки так не делается, и последствия такого провала были бы, конечно, очень жесткими, в том числе и для России. Поэтому, ну, хочется думать, что какой-то договоренности достигнут, тем более, что, судя по всему, по крайней мере, мы так понимаем здесь, в Москве, что прилет Оланды и Меркель после встречи с президентом Порошенко, в общем-то, наверное, свидетельствует того, что и он в какой-то степени, или даже в серьезной степени, видимо, согласен с тем планом, который привезли канцлеры и президент. Ну что ж, Константин, большое спасибо. Я напомню, на связи с нами из Москвы был известный российский политический аналитик, обозреватель радиостанции «Коммерсант-ФМ» Константин фон Эггерт. А мы возвращаемся в студию. И вот, как раз, хотел вам, Иван, задать конкретный вопрос, а потом, пожалуйста, как говорит, свободный микрофон у вас. Но все-таки, вот по поводу того, что наш гость в удаленном режиме из Москвы говорил по поводу Савченко. Это там лидер вашей политической силы, которая находится по-прежнему в заключении. Очень тревожные новости поступают о состоянии ее здоровья в результате голодушки. Как вы думаете, что-нибудь удастся сделать для того, чтобы сдвинуть эту историю с мертвой точки? Ну, я хочу дякую за слово и дякую за это очень важное вопрос. Позавчора, в середу, я был в Москве разом с сестрой Надией, с Вирой Савченко, где все-таки удалось обеспечить видение Виры с ее сестрой. Также в этом году был наш консул. До речи, нужно сказать благодарность нашему посольству в вырезанном складе, но консул наш помогает всем, чем может. Так вот, что касается Надея, действительно, она находится сейчас на меже. За результатами анализов, в ней постойно изменяется формула крови, я не медикам, но это то, что было передано. Надея продолжает голодовать, она не прекратит это голодование, и она дала очень чаткий меседж, что она будет держаться из всех сил, и она готова восстановить вживание ежи, когда ее переведут хотя бы до Украинского посольства, где она будет вважаться на территории Украины, тогда она готова будет начать езжать. Действительно, это очень тревожно, и сегодня я уверен, что под тем, которые ведутся с Путином, и очень надеюсь, что вопрос Надея Савченко стоит в одном из главных вопросах. Это главная брака Кремля, и я хочу сказать, что вопрос встречи даже с ней с каждым разом все сложнее и сложнее. Ну, скажем, знаете, мне кажется, старостный цинизм, когда по законам есть возможность иметь два видения, и когда российская сторона говорит сестре, если ты хочешь встретиться с Надеей безусловно, то нужно, чтобы еще кто-то зашел. То есть, это должен быть консул Украины или омбудсмен России. Тогда, мовляв, будет персональный, если нет, то только через скло. И, конечно, что используют другую человеку, и таким образом уже две люди, а это уже считается два видения. А протяжем месяца это только может быть. Про что это говорит? Это говорит про новомысление обмежения даже возможностей для надеи комуникувати с внешним святом. И я, ну, при этом, знаете, то, что она передает сюда, это, может быть, очень хорошим примером, как надо бороться за свою страну. Так, как ты можешь с всех сил, не дучи ни на какие компромиссы, там, где вопрос относится национальных интересов и безопасности твоей страны. Ну, и я бы хотел... АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел продолжить сегодняшнюю тему. Буквально днями мы назначаем пятый месяц Минских домовленостей, такие своереденные роковины. Так вот, я хочу сказать стосовно цього, что с самого початку Батьковщина говорила, что не можно идти на цей формат домовленостей. Бо цей формат призведет только до одного, что кто-то из кем подпишет домовленостей и этим кем виявляться терористы, которых не можно было легализовать у способ подписания будь-яких документов с ними. Это, жаль, произошло. Никто не собирался дотримуватися этих домовленостей. Никто не собирался дотримуватися жодного перемирия. И сегодня мы про что говорим? Все это признают, что Минские домовленостей провели который может быть выход из этой ситуации? Это, что сразу нужно было сделать нормальный формат. То, что сейчас происходит в Москве, то, что вчера происходит в Киеве, и то, что будет продолжено на Мюнхенской конференции. Когда Европейский Союз, США, Украина и Россия это субъекти, все другие, любые террористы субъектами никаких переменных не могут. Потому что они не могут быть самостоятельными. Они аналитики Кремля. Они действительно Кремля. Они работают за гроши, Кремля. И все отбойное Кремля, а также особенный склад российский. Будьте, остальное реченье, остальное реченье, которое я хочу сказать. Это питание сегодняшнего дня в парламенте. Мы сьогодні в парламенте начали заслуховывать и очень надеялись, что мы почуем уряд санкций, которые Украина должна вести против России. Мы говорим на всех путах, где мы можем говорить, что мовляв, свит має сделать еще сильнее санкции против России. Это правильно. Но при этом мы почули, что 11 вересня Кабинет министр направил санкции на РНБО и с того времени никаких решений принято не было. Украина до сегодняшнего дня и санкции против России не было. Я намагаюся не перебивати чему миссии понятны. Я все-таки повернусь и перепрошу. Я так не перебиваю и этого не буду особо против вас. Дякую. Я просто хотела бы повернутися до цієї разговоры в том числе того, че вы знали или не в минском формате. Я вважаю, что на відміну от любых переговоров, которые в свой час провела и где помилилась Грузия проводя переговори с Пхазией и Северной Осетией с подачей РФ. Там, где они визнали окремые части своей страны договорной в нас в минском формате не произошло визнание представителей каких сепаратистских утворений стороной переговоров. И не нужно это изменять на минские переговоры. Поживаются на минские переговоры, потому что это была договоренность между представителями Украины, между представителями Российской Федерации и представителями обеспечения. Те люди, которые там были присутны, кто же Плотницкий и Закарченко, они были статистами этих договоренностей. И мы с вами чудово понимаем, что они никакого своего крока не делают самостоятельно. Чи вы хотите сказать, что они делают свои кроки самостоятельно? Они керованы Кремлем. А навсего с ними что-то подписывали? Те, как они себе повели их нужно снищивать, чтобы они поставили перед судом. Вот что нужно с ними делать. И поэтому Клининская сторона постоянно наполягает на том, что идет про тристоронний формат. Мне нравится, что про пятисторонний формат мы не чули. И никто из вас не скажет, что пошло про пятисторонний Питание в том, что мы можем наполягать на чему завгодно. А результат совсем не может наполягать на много чего. Наши сильная сторона полягает в том, что мы не визнали никаких бойовиков, сепаратистов, террористов никакой стороны переговоров. И это дальше позиция украинской влады. И так само это позиция наших партнеров с Европейского Союза. Это очень хорошо, что мы начали друг друга перебивать, потому что это короткое питание. Вот замечательно, когда люди начинают друг друга перебивать, вести дискуссию, задавать короткие вопросы. Все это у нас будет в следующей части программы, а сейчас прервемся на рекламу. «Черное зеркало» у нас здесь произошла небольшая смена состава. Два Юрия, два народных депутата, Павленко и Деревянко здесь к нам добавились, но Иван Крулько и Юрий Левченко с нами остаются. Вот к нам добавилась Оксана Мельничук, это известный эксперт по вопросам культурной политики, но я обещал Юрию Павленко дать возможность задать вопрос, который у вас назвал, пока говорила Иванка. Было вопрос к Ивану. Как я помню, в резолюции последней парламентской асамблеи Ради Европы, которую украинская делегация считала непосредственно достигнением работы украинской делегации и успехом Украины, там вспоминаются сепаратисты как сторона, с которой необходимо вести переговоры. Такие решения приняло паре. Я, власне, хотів запитати у пані Ивана, можливо, эксперти подтвердять, есть такое положение, или нет, и как его трактовать? Вы представьте, по-сторону. Я понимаю, положение резолюции парламентской асамблеи Ради Европы, которая действительно стала достигнением и победой украинской спильной позиции, украинской делегации, независимо от представления влади, оппозиции, что было надзвичайно важливо для всех нас, как для украинцев, и для граждан этой страны, все-таки там не вказается на то, что украинская влада должна вести перемоги с сепаратистами, такого положения там безусловно немає, а если нам необходимо договориться про припинение вогню, то я уверена, что наши командиры на местах не идут какие-то повноценные перемоги, но наши командиры на местах, которые должны отвечать вогнему, они ведут разговоры с своими врагами, с которыми они борются на месте. Поза тем, я просто хотела повернуться до того, что мы говорили с самого початку, что это есть сегодня, почему Оланд и Меркель, которые, до речи, уже закончили эту разговоры с паном Путином, насколько я понимаю, и уже перейшли к трапезу, но не сообщают никаких подробностей, почему они сегодня там. Мне кажется, что действительно, с подачи Путина, поведенка его этих марионеток, которые действуют на Донбассе на минских переговорах минулой субботи, или их взрыв конкретного раунда переговорной тристоронней группы, она и стимулювала активнейшие и таки концентрованные действия, спильные действия, как в нормандском формате, так и в женевском формате, в любых других международных форматах, где с Украиной на самом деле радятся и украинскую точку зору враховывают и я сподіваю, что наша доля не будет решена без ряда. Вадим, что вы руку тянете, говорите. Я погоджую с паней Ивановой, но мне трудно одна вещь. Политика мистецтва можлива. Если шлях до мира, до перемирия, для того, чтобы собраться с силами, для того, чтобы выиграть время, для этого нужно быть на перемене, то, возможно, это нужно. Потому что сегодня ты враг, а завтра ты партнер по переменам. Так было в истории. Мне турбует, что формат, Минский формат, это плохо, потому что нужен нормандский формат, женевский, все формати, которые идут до мира и закончения войны. Но давайте вспомнимаем, почему Минский формат был? До речи, он очень гнучный для Украины, потому что напрямую украинская влада не принимала участь, принимала участь экс-президент Украины, он не державный службовец. Захарченко, Блатницкий, они не были тогда еще обраны руководителями этих республик, они были приватными особами. Но сейчас не избраны руководителями. Я думаю, там будет найдена соответствующая формула. Но когда это произошло, 5 вересня, когда был Котел по Деловайскому, когда мы отступали, нам нужна передача, нам нужно сохранить людей. А сейчас? И сейчас нам нужна передача, нам нужна перемирие. Правильно говорил пан Егер, что нужно заморозить конфликт, притормозить, пригальмовать конфликт. Почему? Потому что если сегодня мы не пригальмуем, тогда может быть полномасштабная горячая война. На территории Украины, на территории Схода Украины. А сейчас какие перспективы? А сейчас война, я еще раз скажу, это все же таки, на части Украины. Еще жертвы и потери российской мовы, не такие заоблачные, не такие заграничные, потому что это может перетвориться на полномасштабную великую войну. Мы хотим полномасштабную войну в Украине или в Европе? И в Европе тоже. И в Европе тоже. Поэтому сегодня Меркель и Оланд это дипломатия останнего шанса вырвать шанс на перемирие, который должен быть компромиссным. Так осенью то же самое говорили. Осенью то же самое говорили. человек говорит о том, что там незначительные траты, а мне сегодня 25-я бригада звонила. А может еще больше будет? А может еще больше будет? Вы обратите маль я не перебиваю. Вадим, 4,2 вам что важно, чтобы называлась АТО или война? Вам надо, чтобы сепаратисты не важно, чтобы в этой стране был мир. Чтобы в этой стране не разваливали экономику. Чтобы в этой стране нормально жили. Слово господина Черчилля, который сказал, что можно пожать руку даже дьяволу, чтобы победить Гитлера. Ну что? Здесь есть слова, не парламирование. Здесь понятие. Вам здесь сидите в тепле. Никому не надо сжать дьяволу руку. Здесь сидите в тепле. Правильно. Я хочу, чтобы все сидели в тепле. А там диппатриоты украины. А я хотел бы, чтобы в Донбассе тоже жили в Гитле. Не надо гигнуть. Понимаете? Вы не хвастаетесь гигелью людей, патриотов, гигелью. Вы хвастаетесь этим. Вы хотите, чтобы люди гигли? Там не только гигнут патриоты, там гигнут мирные люди. Вы тоже должны это понимать. Не разжигайте войну. Не разжигайте войну. Мирные люди патриоты? Вы думаете, человек говорит, там же вы за мир, а чего вы за мир? Там же гигнут наши патриоты. Я потому не хочу, чтобы они гигли. Вы так сказали, вы сказали, вы разжигаете войну. Вы депутатом стали благодаря войне. В мирное время вас бы никогда не избрали депутатом. ходили только и Володя. Да нет, друзья, это обновляет. Давай я вспомнил о том, что чем громче ваши ноты, тем меньше смысла в этой Если человек попал в депутаты, потому что ходил на эфир и расслучивал войну, 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 сколько у людей погибло? Задумался или нет? Сколько гибнет каждый день? Сидит в тепле тут, сидит депутат виноватся я не могу. Березой или Путина? Срансбург, Парет, есть Парет, нашел себе карьеру на войне, твоя карьера на войне, на крови. Не тыкай мне, щенок. На крови твоя карьера. Ну, Борисов, господа, господа, пожалуйста, не волнуйся. Давай, я боюсь тебя. Ты не знаешь, ничего. Давайте вернемся в рамки парламентских приличий. Мы не надо искать не войну. Молены, мы с ним никогда не были. Можно я попал? Андрей, Я спокоен, просто проблема в том, когда человек говорит незначительные потери, и он замер, что это левцемер и врун. Я хочу, чтобы человек реально хотел в мир. Еще раз скажу, еще раз. Не надо перемирать. Я сказал, пока еще, слава Богу, не такие большие потери, которые у нас были. А как не такие большие? Да это люди погибают. по-любому. Я говорю, чтобы больше не погибало людей. А человек говорит, там как вы можете за мир бороться, там же идут наши патриоты. Как можно говорить? И он спрет. Коллеги, коллеги, коллеги. Он спрет. Что это откровенно? Выдохнули, выдохнули. Послушайте, у нас здесь сидит гость, который у нас впервые, он к накалу этих дискуссий еще не привык. Немножко стесняется. Андреас Умланд, он уже давно прочит слово, делает мне знаки глазами. Андреас. Я бы хотел вернуться вот к тому, с чего мы начинали, к минским договоренностям. Я бы это даже связал вот к упадку гривны. Потому что, я думаю, что вот эта экстренная дипломатическая миссия Меркель, Голланда и упадок гривны, они связаны с тем, что минские договоренности сейчас, в принципе, раньше они еще как-то были, и как бы на них можно было ссылаться. Сейчас уже невозможно на них ссылаться, потому что сепаратисты расширили территорию, и, видимо, они не отступят, и поэтому все, о чем договорились. Я не понимаю, вы согласны с тем, что вот падение курса валюты национальной связаны с дестабилизацией Может быть, я не экономист, но я могу себе представить, что, так сказать, логика того, что экономические акторы или деятели, они ждут мира, и вот мир только мог до этого прийти через эти, чтобы эти минские договоренности еще в какой-то момент бы вовлощались, а сейчас это уже не выглядит так, и вообще непонятно, о чем сейчас можно договариваться. Ну хорошо, вот как вы думаете, вы, может быть, лучше всех нас понимаете мотивы канцлера ФРГ? Решение могло бы быть, я думаю, что решение это не дипломатия и не война. Я думаю, что дипломатия уже показала, что она не работает, были уже всякие соглашения, Женевская декларация, Минская и раньше, и война тоже, ее нельзя выиграть против России. Хорошо, если не дипломатия, не война, то что? Я думаю, ключ в том, что российская экономика, она очень тесно связана с экономикой Европейского Союза, но, к сожалению, пока что Украина не выигрывает информационную, так называемую, войну в Европе, поэтому пока что общественное мнение Европейского Союза еще не готово к введению более жестких санкций, которые привели к тому, что были бы убытки для, скажем, европейских компаний, но, в принципе, этот потенциал, этот рычаг у Европы есть, поэтому вот мой совет был бы это не вести информационную войну, иногда так думают, что вот Россия ведет информационную войну, и мы сейчас тоже будем там что-то плохое про Россию говорить, это не срабатывает. диалектика такая, что западная общественность, она должна поверить как бы украинским заявлениям, украинским... Вот срабатывает ли это диплом? И это нужно... Это очень тонко. Я, например, тут встречаю западных журналистов, которые мне говорят, они там что-то посылают в какое-то министерство, какой-то запрос и не получают ответ. Это огромная проблема для Украины. И там кто-то в Министерстве иностранных дел или в администрации президента еще знают, как общаться с иностранными журналистами, а в других министерствах там не очень этим и не интересуются. Или какой-то неприятный вопрос им задают и они не отвечают. И поэтому Россия пока что она умеет манипулировать западные общественности через свои каналы. Ну результаты, ну что, результаты какие? Вот на самом деле относится кунгу. Юрий, потом я вам дам слово. У вас есть микрофон уже, я хотел попросить Алексея, чтобы он вам дал микрофон, я не заметил, что у вас уже есть. Вопрос простой. Вот эта политика, о которой вы говорите, информационная война, которую Россия ведет в Европе, она приносит свои плоды? Насколько серьезны разговоры о том, что очень сильны позиции по-прежнему скажем, в Германии людей, которые выступают за ослабление санкций. Говорят, что санкции не работают, что надо понять Путина и чуть ли не простить, и пойти к нему навстречу, и вернуться к тому, что называется бизнес as usual. Бизнес, как всегда. Ну, просто она сработает, потому что пока что нет еще более серьезных санкций, и санкции могли бы еще быть намного более серьезные. Просто общественность пока не видит в этом, она думает, что тут гражданская война, и там есть правые экстремисты на одной стороной, правые экстремисты на другой стороной, потом это непонятно, что там со снайперами было там, и непонятно с Евромайданом, что было, а объяснить все это не очень стараются. То есть, там все говорят, Россия плохая, плохая, ну, диалектика просто считает, если я вас правильно понимаю, что есть проблема голословности тех заявлений, тех обвинений, которые звучат отсюда, из Киева, в адрес российской политики. не работают на западную общественность. Андрес, до этого прозвучал важный тезис о том, что дипломатия проигрывает. Юрий Леонидович, я согласен с этим, дипломатия на свободы. Насколько важно понимать простому гражданину какой-то одной из европейских стран, что происходит у нас в Украине. Здесь действительно он прав, что мы не ведем какой-то информационной политики. Но если домохозяйство в Дании, в Швеции, в Греции за счет кризиса своего еще начинает дальше углублять себе яму за счет того, что падает торговля с Россией и действительно буквально экономики связаны, они говорят, украинцы решить этот вопрос быстрее. И я вижу, например, то, что господин Оланд и Меркель приехали в Украину еще и с другой стороны. У них есть свои избиратели, перед которыми они несут буквально свою политическую ответственность. И как они будут объяснять падение их экономики за счет международной политики? Это большой вопрос. Это не США, где действительно есть буквально республиканская партия, которая играет свои бонусы и на том докладе, который вы, Евгений Алексеевич, сказали. Ну, это Европа. Экономический подъем в Америке. Слушайте, ну, очень много вещей, которые посмотрите на этот разговор глазами инопланетянина. Насправді, как в Америке, так и в Европе абсолютно люди освещені и чудово понимаются в внешней политике и могут так же принимать свои решения электоральные с точки зрения на внешние политические интересы. Проблема, в том, что Украина сегодня, украинская влада не посылает сигнал своим так называемым партнерам на Заходе, что насправді ей цикаво за будь-якую цину перемогти в этой войне. Потому что требовать посиления санкций у Америки и у Европейского Союза и по этому, когда у нас работают российские банки и российские предприятия и когда мы стогуем с Россией и это абсолютно полный маразм, перепрошу. И очевидно, тогда есть подвейные стандарты, подвейные сигналы и результат мы бачим. Мы не бачим этих посилений санкций. Так само требовать оружия от наших партнеров, так называемых захидных, когда мы сами не хочем оголошить военный стан, переводить полностью все рейки экономики на войну и воювать, потому что это война, а не АТО. Так само, это, как говорится, переводить экономику на военные рейсы. Это вот нашу экономику свина. Вы же перебивали, я вас не перебиваю, понимаете? А что до дипломатии, мы очень много сегодня, я слушаю про дипломатию, вы запитали, чи дипломатия провалена, чи воно мает какие-то результаты. Но на самом деле нужно людям сказать правду, которая поляга в одной простой штуке, что будь-який договор подписанный с Россией, или с Российской Федерацией, или с Россией, или с Россией, или с Россией, абсолютно ничего не вартий. Цей договор будет вартий только в том випадке чогось, если он будет подписан на умовах, которые хочет Россия. Вот если мы полностью капитулируем, и я не говорю тактично, а стратегично, если мы полностью погодимся на их умовы, тогда этот договор будет дотриматься. А будь-який другой договор, где нам хоть какая-то выгода наименшая, никогда в жизни Россией дотриматься не будет. Ну, у нас есть короткие питания. У нас есть единый шанс, единый шанс, это перемогти, и тут будет сказано по партию войны. Это не партия войны, это партия перемоги. Есть партия перемоги, а есть партия капитуляции. И треба людям говорить, что когда вы говорите так очень пафосно про мир, 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 то вы поясните, что вы говорите про мир на 5 месяцев, на півроку, на 2 лет. А если вы хотите мир на 50 лет и мир на всех наших нащадков, то треба перемогти в этой войне, а не капитуляции. А можно питание? Андрей Германович, нет, нет, нет. Маленькое питание. Юра, маленькое питание. А если мы не переможем, если мы сейчас не готовы к этой перемоге, полная поразка? Да, вы когда у нас нет, я вам ответю. Полная поразка? Юра, только очень коротко. Я подержу. Нет, доброе. Я уже боюсь вам давать микрофон в руки. Андрей, я вам сейчас дам слово. Я поясню, у нас полная поразка. Сейчас будет третья попытка. Полная поразка. Можливо, лишь в том случае, если мы не будем по-справжнему воювати, так у нас, если мы будем воювати, есть шанс перемогти, есть большой шанс. Я уверен, что с нацией, которая пережила голодоморие и окупацию 350-ти речную, мы сможем в сей вине перемогти. Если мы будем воювати, а не если наша влада будет плачевать на свои олигартические предприятия. Все, все. Спасибо. Андрей Гермалаев. Наконец, третья попытка. Во-первых, я хочу обратиться к тем, кто хлопает. Я надеюсь, что каждый раз вы понимаете, чему хлопаете. И сейчас тоже. На всякий случай я вам напомню, за год эта страна в том или ином виде потеряла доверие порядка 10 миллионов своих соотечественников. 2 с небольшим миллионам в Крыму и больше 7 было на Донбассе. Сейчас в зоне боевых действий около 4 миллионов. Гибнут десятки, а судя по всему, скоро будет говорить о десятках тысяч погибших. Я хочу, чтобы вы это просто помнили. В Украине в начале 2015 года, после около 10 месяцев войны, есть вооруженное сепаратистское движение. Вам могут жутко не нравятся эти политики. Но я хочу напомнить, в свое время мы учили в школе и учили революционных героев, Котовских и прочих, впрочем, бомбистов когда-то, потом героев. Эти люди сейчас зарабатывают деньги, согласуют свои действия с Москвой, которым помогает, оружием, живой силой, но это сила в Украине. К сожалению, за этими людьми тоже есть симпатики, добровольцы, фанаты, как говорят журналисты, все пары мотивированы. Они мотивированы. Я не знаю, какой будет цена войны, но и военные эксперты, и дипломаты, и лидеры других государств, целые институции, говорят Украине, военного выхода не будет, только политические дела. Если Россия им скажет стоп, не факт, что они с этим согласятся. давать оружие, снаряжение, боеприпасы. Евгений, не факт, что они с этим согласятся. Новая жизнь, очень много времени прошло. Мы фиксируем, что даже внутри у них идет внутренняя борьба, перевороты, борьба за деньги. Но это же не маленькая Качкаровка, прошу прощения. Это большой регион, который экономически нежизнеспособен, но политические военные под контролем этой силы. Теперь что делать? Мы можем упражняться, кто лучше эпитет подберет и красиво, патриотично скажет, как он ненавидит сепаратистов. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что за каждой этой фразой может быть новый бой, новый переворот? Мне кажется, что вот сейчас, когда одновременно в украинском конфликте на Донбассе сошлись трагедии наших погибших в вооруженных силах, в добровольских батальонах, среди сепаратистов, где кроме криминала есть нормальные добровольцы, мы можем их считать заблудшими, но они верят в свою идею, они идут гибнуть. Военные смеются, они, да смотри, Чапаева идут в атаку. А представьте себе, что они и правда не выпившие, не накурившись, а идут так в атаку. Значит, за этим что-то стоит. Какой выход? Сейчас уже, через 10 месяцев, новые переговоры в Украине, где легитимные делегации парламента от президента, от местных органов самоуправления и нужно признать стороной сепаратистов. Россия, Евросоюз, ООН, ФБСЕ. План. Это сработать будет второй формат. Ну, не Женевский, извините. Будапештский плюс Евросоюз, ООН, ФБСЕ. Третий. Миротворческая миссия. Уже без нее никак. Четвертое. Скажите, почему за год новой власти ни одной попытки национального диалога, ни одного форума, ни даже Совет регионов про президенте не работает? Партия войны, Партия победы. У них нет другого выхода. Мир, это по факту окажется, что в этой стране на сегодня ни одному из лидеров государства не доверяют. Даже Порошенко, который победил все время как лидер мира. И придется отступать, а может быть и уступать во всех европейских странах, когда достигается мир, а мы должны разделять программу выхода на мир и программу мирной жизни. Этой программы у нас еще нет. Окажется, что нужно сформировать правительство национального доверия, согласия, примирения. Как вы думаете, какой будет состав? Будет ли там нынешний пример министр, например, и нынешний министр МВД? Я сомневаюсь. Очень простой причине. Эти люди не дали одни лидеры войны. Ну и последний момент. По поводу обустройства страны. Наверное, придется искать новую формулу. И, наверное, она будет переходной. Но кто сказал, что она должна быть путинской? Кто мешает нам найти формулу, которая может быть похожа на Испанию, с многомерным самоуправлением? У кого-то элементы автономии, у кого-то элементы простого самоуправления? И кто вам сказал, что вот эта советская модель, которой мы так дорожим, где глава администрации называем в тихорях губернаторами хороша? А мне кажется, что это природа бюрократия и коррупция. Это не пуляция фразы. А не пуляция понятиями. А с чем вы хотите договариваться о мире? Вы хотите, говорит, с Моторолой, Диви? Так они же россияне. Вы хотите договориться с Захарченко? Я звонил Захарченко лично. Я предложил ему, давай, хочешь переговоры? Я готов приехать в Донецк, чтобы ты отдал нам приятных пацанов. Не захотели разговаривать? А знаете почему? Потому что Москва не разрешила. Так какой же смысл разговаривать с марионетками, если решение принимает кукловод? Какой смысл разговаривать с теми, кто абсолютно безвольные куклы? Борислав, какой смысл говорить с ними, если они не принимают решение? Только один, чтобы сделать имитацию мира, мир можно получить. Мы хотим мира. Мы готовы разговаривать о мире. Нам нужно разговаривать с Россией. Послушайте, меня знаете, пан Евгений, мне что-то говорит, что сколько у нас, навіть у этой студии, сидит ватый. От просто конкретных ватников. Когда они называют этих террористов, вбивц, каким-то словом, таким сепаратистом, и проводят параллели перед комуніатскими героями, ну это просто вбивает. Вот тут уже пошла еще одна великая борьба за экономику Украины. Но, Иван, вы не перекручиваете, их героями все же не называл никто. Я просто хотел бы что сказать. Зараз иде реальная война, когда Россия вчинила агрессию против украинской державы. Нам нужно говорить одним голосом. Украина має бути максимально консолидована на том, чтобы давать очень четкие оценки и в середине страны, и на зовні в Европейский Союз. Тогда мы будем перемагать. Но я еще хочу одну сказать речь. Давайте, коллеги, в студии, когда мы говорим про питание людских життей, когда мы говорим про питание войны и мира, не будем гавкать один на одного. Это не наш метод. Мы будем перемагать. И я уже вспомнил Надю Савченко, она очень хорошо показывает, как без гавкания и крику, но можно бороться и можно домогать Иван Савченко. Спасибо. Иван Савченко, как провалились Минские договоренности, как незрозумимо стрибает или падает гривня. Украинский парламент 27 дней отчетает. 27 числа таки не собралися на экстрене заседание только после трагедии террористического акта в Мариуполе. Что приняли? Ничего не приняли. Приняли просто заяву. Усті слова. Далее, чим занимается парламент в этот тиждень? Парламент не занимается, как дополохти людям, которые сегодня евакуются из Дебальцева. Есть переполненные лекарни в 2 часа дня. Господин Левченко, Господин Деревянка, Господин Береза и остальные господа сидели. Дайте договорить бедному господин Парламенту. Неправда, что вы Парламент поймаете законы. Не было никого из Дебальцева. Парламент было 41 человек. Это из оппозиционного блока ни одного человека. Парасюк вышел на трибуну и сказал господа, почему когда идет разговор о Лесе, о Тендерах, о Таможне, о приватизации, вы все в зале. На цей момент жодного закону не разглядалося в парламенте, який стосується людей. Були просто заяви самозадоволених народных депутатів, які люблять попиариться на трибуні Верховної Ради. Тому за цей тиждень парламент не ухвалив жодного закону, який стосується захисту, допомоги людям. Жодного закону, який стосувався підтримки і забезпечення наших військовослужбов. Приймалися закони, які зміняли собою військовий стан. Приймалися закони, які встановлювали чи намагалися прийняти, які встановлювали цензуру в країні, намагання відібрати бізнес, рейдерські різні атаки організовувалися в парламенті. Сьогодні Дай, Ван Іванович доповідав уряд, був день уряду, що ми побачили від дня уряду? Прийшли непрофесійні, неготові міністри реагувати на ту кризу, яка є в країні. Можливо, виточення Бавла Розенка і інші міністрі продемонстрували свою некомпетентність і, можливо, найбільша проблема сьогодні українська. Це не професіонист, а найбільше завдання, яке не хочу споритися. Другому Юрію дай що? Я закінчу. Найбільше завдання для сьогодні досягти консенсусу і єдності всіх соціальних груп, тому що у нас єдині цілі незалежні від того, як наша партія називається. Це соборна, незалежна і територіально цілісна Україна. А яким шляхом цього досягти? Давайте знаходитись в нашій поспутній. Це незалежно, звичайно. Дуже прекрасні слова від представників п'ятої колони, що вона буде незалежна, соборна і незалежна. Я хочу вернутися до досутній нашого питання. Шановні, я вас не перебуваю. Дякую. Я хочу сказати, що сьогодні, на превеликий жаль, ми в Україні отримали те, що хоче мати Путін. Практично те, що хоче мати. Це сценарій Абхазії, це сценарій Придністров'я, коли ми сидимо тут і говоримо про те, що зараз ми маємо думати, як там ті люди, які живуть там, як вони мають мати миротворчі контингенти для того, щоб зберегтися і для того, щоб там співіснувати. Я хочу сказати, що Путін це та сама загроза не тільки для кожного українця, а для всього світу, для кожного європейця і для всього цивілізованого світу. Крім Путіна, інших проблем у нас немає. Ні, ми не вважаємо, що крім Путіна це основна загроза. Ви Путіним прикривайте свою неспособність рішити самі проблему. Це основна загроза. Це є джерело. Я обичаю, це вас не подивало. Це є джерело. І ми чудово розуміємо, що ті люди, які сьогодні отримують силу, зброю, гроші, це ті люди, які отримують самі звідки. Тому ми звичайно вітаємо наших колег, президентів європейських країн, що вони сьогодні намагаються дипломатичним шляхом вирішити цю проблему. Але я хочу сказати, що якщо б європейці і ще й американці допомогли нам військовим чином мати можливість більше потух, щоб стримувати цю агресію, повірте, ми швидше би і дипломатичним, і стриманням через методи стримання військовим шляхом, в тому числі через зникровування санкцій, які треба б вводити і треба підтримувати, ми набагато швидше осянули би результату. А ці всі розмови сьогодні про те, що давайте ми зробимо федералізацію, що давайте ми сьогодні ведемо миротворчий контингент, ці всі розмови тільки для того ведуться, для того, щоб іти по цьому сценарію, який нав'язує Путін. Те, що в Мінській переговори провалилися, це точне підтвердження. І підтвердження відстою навіть тому, що європейські відбори і вони і тут. Предположимо, получить Україна воєнну допомогу, получить оружие, снаряження, боєприпаси і техніку від Запада, від СССР. А вот, смотри, вже зараз там тут-то там проскакиває, такий зондаж идет, да, вот, где-то прошел слух в СССР, боєвики где-то там захватили то ли вертолет, то ли самолет. Очевидно, ведется подготовка общественного мнения с той сторони, с российской, що будуть авиационні удары, да, і потім вони скажуть, ну как, ну, это не наши самолеты, там, это не наши вертолеты, это боєвики захватили, это они летают и бомбят. Да, мы зараз говорим, звичайно. Я имею в виду, есть угроза, в ответ на это дальнейшая эскалация, на новом уровне. Ця загроза завжди є, але подивіться, що було, коли были Минские переговори, где была лінія фронту, якщо так можно сказать. Зараз ця лінія фронту ссувається. І зараз ми розуміємо, що жоден пункт не витриманий, лінія ссувається далі, і нам це зброє для, как минимум, стримування, для забезпечения, чтобы эта лінія фронту не рухалась далі. І для того, чтобы не было таких намерів в других областях, ви розумієте? Тому, ми говоримо і про дипломатичний шлях, і про шлях стримування силою. Це обов'язково треба робити. І в тому числі через санкції економічні. І такий комплекс мір дасть результат. Але джерело це є агресор. І те, що сьогодні ми визнали агресора, і те, що сьогодні необхідно нам діяти і через санкції, і через юридичні дії, в тому числі Міжнародний кримінальний суд, і через ті кроки, які стосуються позовів, позовів до суду ООН, ці кроки, ці санкції посилювалися, і це знекровлює Росію. І це є їхня реакція, оця зараз напруга, це зараз збільшення експлуатції конфлікту, це їхня реакція на те, що це діє. Тому я вважаю, що ми сьогодні повинні говорити про те, що ми не повинні розглядати, що Україна вже має здаватися, чи має там говорити про нашу зговору. Ні, 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 ми повинні говорити про те, що ми повинні в такій спостіх насправді, я прекрасно понимаю те настроения і те емоції, які передає Борислав, наприклад. Але, давайте зиму ж говоримо о війне. Буквально 2 минуты. Смотрите. Условно говоря, ми собралися силами, почали оружість з американців, шандарахнули, викинули сепаратистів з території Донбасса, встановили український флаг там на границі. Гипотетички предположимо, що Росія при цьому не вступить в полномасштабну війну, що, звісно, невероятно 100% вступить. Але допустимо, Крим – це Україна, Україна, соответственно, вступний шаг – викидувати россиян з України, ой, з Крима. Соответственно, необхідно освобождати Крим? Необхідно. Чтоб освободити Крим, з чисто точки воєнной, з воєнной точки зрения, логично не на полуостров наступати, а отрезати российську групувку наступлением до Волги. Ми нормальні, вменяємі люди. Ми способні победити огромну Российську Федерацию, де на границі стоїть 50 тисяч подготовленних бойців з ядерним оружіем в страну. Да це просто бред. Поэтому давайте чесно признаем, що воєнного способу Україна победити не в состоянии. Максимум, що ми можемо сделать. Першовно. Держать. Господин Воложник, ви правите на такому вені? Дайше ви правите. Вы правите на такому вені? Іванно, Іванно. Ви единственный за человек, которого не будуть перебивати. Господин Воложник, ви правите. Действительно. Ми не должны идти до Волги. Це не наша цель. Но давайте вспомним Афганистан. В той момент, коли там появились американские стингеры, советская воєнна машина Вот, в тот момент, когда появились американские силы, в тот момент, когда в Украине будут использованы первые джавелин, в тот момент, когда в Украине будет использованы первое оружие, тактическое, правильное, хорошее, новейшее оружие, в тот момент русская армия остановится по одной причине. А где гарантия, что она остановится? Я с вами согласен, что мы хотим обороняться. Где гарантия, что она остановится? В тот момент, 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 действительно, у нас есть вот, наша задача не идти на территорию России. Наша задача заставить Россию начать разговаривать. И когда господин Ермолаев говорит, у вас всегда как что, так сразу Путин. Он тоже прав. Потому что именно это позволяет очень многим прикрываться Путину. Коррупция это ведь не Путин. Давайте честно говорим, а она общество породила. И доверие людей, это не Путин, это наша проблема. Людей нужно вернуть. А все-таки, давайте еще, Адович, а кто позволяет отвлекаться и от реформ, кто позволяет отвлекаться от всех инноваций, кто позволяет отвлекаться от борьбы с коррупцией? Риторика о том, что Путин. Но ведь Путин есть, мы от него никуда не денемся. Он есть. И пока мы с ним не разберемся, мы не можем полноценно заниматься этим вопросом. Только не говорите вы, что Путин мешает нам сейчас проводить реформу. Нет, ну Борислав правильные вещи сказал. Но Путин же не исчезнет, даже если завтра мы нанесем такие чувствительные потери российской армии, что заставит его временно, например, смириться с тем, что Украина становится контором Донбасса. Дальше что? Будем добиваться, не знаю, поднимать Кавказ, еще что-то. Вы же должны прекрасно понять. Это небольшая геополитика. Мне нужно прекрасно понять, что Путин потерпел поражение на Майдане. Майдан победил уже по-своему Путина. Украина не вошла в таможенный союз. Это уже победа. Неужели мы думаем, что ничего не дав взамен, мы вот так от него отцепимся, даже не отказавшись от НАТО, даже не проведя децентрализацию, даже не подя на хоть какие-то уступки. Но это же ненормально. Рядом с нами великая держава. Пока. Я верю, что через 5 лет она будет гораздо слабее. Но пока. Им нужно в общем-то уступить, чтобы получить время, создать сильную армию и подготовить, провести реформы и бороться с коррупцией. Мы были связаны с МИДом, правильно? С МИДом странных дел. А я вам скажу еще одну вещь. А экономисты говорят, что в России нету года. И скоро все будет совершенно по-другому. Поэтому через 5 лет, а я надеюсь, в течение года, мы увидим крах Российской империи. И поверьте мне... А до лета, значит, сможет воевать? А до лета нам нужно вот действительно высокоточное американское оружие. Нам нужно лежать ситуацию. Дорислав, я подвой вопрос буквально задам. Я думаю, он будет касаться сейчас всех. С двух частей вопрос. Что касается вооружения. Я считаю, что Олег здесь прав. Но здесь нужна ваша политическая стратегия и воля. Если мы вооружаемся нашими войсками, мы вооружаемся американским вооружением, натовским вооружением. И мы надеемся, что повысится цена для России, что она остановится. Сейчас весь мир вводит санкции, украинское правительство вводит санкции. А если не остановится? Буквально. Весь мир вводит санкции, не остановится. И второй вопрос. Позвольте... Если это не остановит Путина, то и отсутствие такой обороны его не остановит. Тем более. Тем более. Поэтому либо мы сопротивляемся, либо заёмся. Это принято. А теперь вторая история. Что касается того, что говорил господин Ермолаев. Действительно, как бы мы ни называли тех, кто там находятся террористы, сепаратисты, боевики, студенты моей школы сейчас находятся на границе и служат после наших всех обучений, они пошли туда. У меня есть единственный вопрос. После зону боевых действий в АТО, они пошли на границу. Только Украина. На нашей стороне. На украинской стороне. Но у меня есть один момент. Это что касается пресс-конференции господина Керри и Порошенко. Они вышли и сказали, Порошенко сказал, мы будем придерживаться особого статуса Донбасса, который мы приняли в законодательстве. Там есть два пункта. Первое. Выборы. Как вы будете общаться с этими террористами, которых вы называете. Цитирую вас. Если они будут депутатами местных советов. И второй вопрос. Если они будут амнистированы по закону. Потому что там есть ряд вопросов. Отвечаю. Это реальная проблема. Это действительно проблема. Потому что для меня... Но я не знаю, как общаться с этими людьми. Вот я правду вам скажу. Я сейчас абсолютно правду говорю. В субботу мы похоронили двух наших побратимов. Одного из них сожгли. Живьем. Я не знаю, как общаться дальше с этими людьми. Я действительно не знаю. И я понимаю, что для меня это большая проблема. И я понимаю, что для меня вот эти подонки и мрази, которые убивали наших, мирных, людей с оружием, патриотов, неважно. Но убивали тех, которые хотели жить в Украине. Говорить по-украински. И те, которые хотели петь гимн, но их до этого убивали. За меня нельзя с ними жить. Вам придется с ними беседовать. Вам придется с ними разговаривать. Когда они возьмут депутатский мандат после выборов, которых заявил президент на пресс-конференции Керри, вместе с Керри. Они получат депутатские мандаты местных советов. И будут представлять местные советы. Вам придется с ними беседовать. Это больше проблема. Это не требование выслуживания, это проблема. В этом законе о том, что те, кто совершили военные преступления, совершали насилие, участвовали в пытках, не подлежат амнистии. И вот этими никто разговаривать не будет. Ни с Диев, ни с Додоровой, ни с прочей вещи. Иваня, пожалуйста. Я хотела бы пана Юрия підтримати, власне, в том, что он говорил про комплекс дей. Мы не закликаем сегодня, украинская влада сегодня не закликает до войны, как такой. Но без того, чтобы... Еще не хватало, чтобы закликали. Но это то, что вы пытаетесь... В чему вы пытаетесь переконать наших глядачей? А вы ведете? А не закликает. Что вы, чем вы маніпулюете сьогодні? Через то, что для нас є найважливейшим. То, что мы сподіваємось отримати от этих переговоров. У нас нет программы реализации мира. Выйти-то на мир можно, а вот реализовать мир... Я думаю, что вы себя точно так же, как и мы, відчуваете частиною этого суспільства. И нас с вами, как частиною этого суспільства... Перестайте бросать эти топоры, по поводу предательной. Поверьте мне, больше по трех чумов. Мы с вами разум, я частиною этого суспільства. Я никого ни в чому не звеную. Я просто знаю тех людей лучше, чем вы. А эти люди переселялись чужие здесь. Для нас є важливим закритий кордон по рамках кордону України, визнанной всім світом, за допомогою ОВСЄ, за допомогою каких-то інших можливих потуг міжнародных, и перегонатися. Боевики, героеви, что назовите, как хотите, никогда на это не пойдут. А це не справа, напевно, не в бойовиках. Тобто я говорю про мирні перемовини. Але і щоби звідти не йшла туди зброя, люди, боєприпаси, неможлива скількость, щоби не випробовувалися на території України. В Росії буде невигідно. Я стосотків згоден. Ид нам злясово. Я хочу запитати, что вы не звільнени в Славянске. Памятаєте дату звільнення Славянска? Коли це було? Это было в конце мая. Славян звільнений 5 липня. Ну, это неважливо. От пройшло 7 месяцев. 7 месяцев. Памятаете Селезньовка, Семеновка, Николаевка? Да? Найбільш постраждали. Порівняно с Дебальцем, наче нічого. Але розбиті, знищені хати. Пройшло 7 месяцев. Як ви думаєте, люди отримали обіцян президента України 7 липня, коли він там був, компенсацію за зруйновані будинки, за знищені господарства. Чи отримали вони компенсацію? Як люди можуть отримати, якщо бандити взагалі заблокували всі державні установи? Не, Славян звільнений. Звільнений 7 липня. Це українська територія. Там працює українська влада. 7 месяцев вже. Нічого до сьогоднішнього дня не отримали. До сьогодні є заборгованості по пенсіях, соціальних виплатах там у людей. До сьогодні хати, зима вже закінчується. Стоять зруйновані, зашиті там тимчасовими речами. Все, що там зроблено, зроблено да. Дякуючи волонтерам, громадським організаціям, людям небайдуже, які прийшли. І точно так само. Це влада, і тому ми прийняли... Віділено 300 мільйонів в минулому році. Жодна копійка не дійшла, а ті гроші, які були виділені, вони, на жаль, десь розтворилися в піску. І тому, я хочу вас цікавити. Я вас хочу повернути до основної цінності, яка закладена в Конституції. Це життя і здоров'я громадянина України. Сьогодні 8 мільйонів громадян України знаходяться в зоні бойових дій. Або 4 мільйона на неконтрольований, або 4 мільйона на контрольованій, але яка обстрілюється, або яка звільнена, але до сьогодні туди українська влада не дійшла, дискредитуючи тим самим українську владу як таку. Тому, коли я говорив про дії парламенту, я говорив, що парламент мав з 2 січня приймати закони, а їх багато зараз є в парламенті, тільки чомусь вони не виносяться в порядок денний. Ті, які стосуються життя, забезпечення людей. А медичне забезпечення, ви знаєте, що звідти йде зараз не тільки зброя, Юрій, ну ви вже немного пошли по кругу, пошли по кругу, пошли по кругу, пошли по кругу, Юрій, ми вас услышали, Юрій, Юрій, ми вас услышали, Юрій, ми вас услышали, просто ми говоримо про якісь глобальні речі, а забуваємо про людину, і ми говоримо про найважливіше, щоб парламент працював, за роботу ходіть і всі. Віноколовеку, саме для того, щоби забезпечити потреби людей на місцях, і було цього тижня парламентом прийнято і підтримане рішення про цивільну військову адміністрацію. Не має це ніякого відношення до забезпечення людей. Це підміна військового стану. Тому, коли ми вносили заяву нашу і просили парламенту її підтримати, ми просили визнати Луганську і Донецьку область зоною військових дій, з тим, щоб чесно сказати, а не підміняти іншими законами військовий стан. Те, що ми робили. Да, ми ініціювали введення миротворчого батальйону, чи миротворчих сил ООН, блакитних касок. Чому? Тому що те, що казав Борислав, є... Юрі, спасіба, ми поняли вашу мисль. І Юрі, і Іван, і Борислав, і згинніся, ну і за вас у нас усіх вистачить всіх. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОДА, ГОСПОДА, ОГНО ЧУНЦКИ, Я давно пытаюсь дать слово господину Умманду, который просто... Адже я вам сказала, я тебе не закончила свою мисль? Борислав, давайте дадим менее матерым участникам УПИРа таким, как вы, слово. Ну, есть модеранты. Параси, мне неловко, потому что я знаю, человеку труднее всех, потому что он говорит на иностранном языке. Андреас Сумланд. Я, может быть, извиняюсь, потому что я на более скучную тему опять перевожу дискуссию. Потому что я думаю, что в конечном это эпическая борьба Украины и Россия. Это нужно признать, это военная сверхдержава. Она во многих отношениях, она не сверхдержава, она скорее, может быть, даже страна третьего мира. Но военных отношений, я думаю, это не решить. Поэтому я опять же говорю вот про то, что Запад должен стать полностью как бы союзником для Украины. И сейчас это, к сожалению, еще не так, потому что первая информационная политика еще не такая. Андрей, извините, у меня сразу первый к вам вопрос. Вы несколько противоречите сами себе. Полчаса назад вы говорили, что дипломатия не решит. Сейчас вы говорите, что и война не решит. Это что тогда решит, по-вашему? Я вот говорю, что это экономические решения, которые есть у Запада. У него есть еще намного больше экономических решений. Но вот такие надежды на Запад. Да, он эти решения. Потому что там, если посмотреть российский бюджет, откуда деньги идут, это в основном экспорт в Европейский Союз. Почему эти санкции, импортные санкции еще не применяются? Потому что западная общественность готова к ним. Потому что она думает, что там идет некая война, непонятно, там одни что-то так не делают, другие что-то не так делают. В элите это уже многие поняли, что это действительно интервенция. Но пока что... Но эта элита должна думать о своих избирателях. Да, понятно. Ну и с этими избирателями как бы нужно работать. То есть и информационная политика, она должна быть очень такой четкой и тоже самокритичной даже в чем-то. Второй вопрос это экономические реформы. И другие реформы. Реформы, конечно, нужны самой Украине. Но реформы и очень нужны для имиджа Украины на Западе. Потому что пока что такое впечатление. Да, тут много говорят и много какой-то бумаги и каких-то политических слов. Но пока что реальных реформ нет. Западная элита должна понять, что действительно стоит помогать этой стране. Что она действительно меняется. Пока что имидж Украины это то, что ну да, там кое-что изменилось. Пришли новые люди, но структура осталась там та же самая. Коррумпированная, там олигархия и так далее. И там нужны какие-то знаковые шаги. Не просто какие-то бумаги, законы или какие-то речи. А нужно знаковые шаги, чтобы на Западе увидеть, да, страна меняется. А вам не кажется, что Запад уже стал посылать сигналы украинской власти? Нам не увидят никуда. Вы заметили? Мы с вами не спорим и полностью согласны. И на это нужно сконцентрировать. Нам не нужны имиджа шаги для Запада. Под условием депрессии и спада. Да, единственная эффективная политика, это политика гибкого государственного капитализма. Связанного с реальным сектором. Если мы будем заниматься бюджетными манипуляциями и имитацией реформ, провал неизбежен. Уже в феврале сокращение трудовых коллективов и в бизнесе 30-50%. Валютная выручка упала на 30, на 50% скоро будет. Скоро буквально будет не за что людям жить в городах. Нас ждет городская голодуха у пенсионеров с их пенсией. Поэтому разговоры о том, что реформа будет связана с экономической свободой, дорегуляцией, это, прошу прощения, тупик. Вспомните, как выходило из депрессии Соединенных Штатов в 30-е годы. Какие инструменты? Те же инструменты нужны нашим реформаторам. К сожалению, вот этот неокон, неолиберализм, который реализуется в коалиции, это тупик. Это тупик. Это ответ на вопрос, почему мы сейчас потеряем его. Я говорю про коррупцию, про коррупцию, про коррупцию, про коррупцию, про коррупцию. Позвольте мне вернуть дискуссию, как говорится, в мои руки. Вот есть несколько тем, которые, что называется, в проброс сегодня звучали, которые на самом деле заслуживают более, на мой взгляд, обстоятельного обсуждения. Смотрите, даже в этой студии сталкиваются, казалось бы, там, мнения людей, принадлежащих, в общем, к одному лагерю. Проскакивала уже пару раз в сегодняшнем разговоре тема того, что этого единства мы в последнее время все реже и реже наблюдаем это единство в стенах Верховной Рады. Прозвучала тема о том, что реформ-то на этом фоне нет, а законы, которые обсуждаются до хрипоты, до драки, не касаются подчас самых важных вещей. И вот у меня такой, простите, не бейте меня ногами, что называется, но вопрос возникает. А вот эти дискуссии, которые мы наблюдаем, вроде того эпизода, который был на минувшей неделе, когда вдруг Народный фронт начал продавливать редакцию закона об антикоррупционном бюро совершенно в новой версии. Антикоррупционное бюро должно быть обязательно подчинено парламенту. И глава антикоррупционного бюро обязательно должен назначаться парламентом, иначе мы этот закон не поддержим. Вот все это не для того ли делается, чтобы отвлечь внимание общественности от самого главного, что, как говорится, чем дальше в лес, тем очевиднее становится, что реформы буксуют. Ну, парламентский контроль, это неплохо, мы все-таки держим в парламентской стране. И избиратель, и гражданин хочет знать, что это личность. Я не про парламентский контроль. Я про то, что, на мой взгляд, все время, раз за разом, очень часто мы наблюдаем, что как бы от мейнстрима отходит парламент. Одеяло тянется внутри одной группы, скажем так, перетягиваем. Не согласен, не согласен. Я, честно, не совсем согласен с тем, что вопроса антикоррупционного бюро это одеяло. Реальных реформ пока не отбывается, это факт. Другой, на рахунок того, что одна из фракций, Народный фронт, пытался взять контроль над незалежной кандидатурой, это глава антикоррупционного комитета. Это ничего другого, как политический вплив на незалежный орган, который обязан бороться с коррупцией. Это полный абсурд. Когда такой абсурд происходит? Антикоррупционное бюро. Я в дочери. Антикоррупционное бюро. Не наметился ли раскол в коалиции? Вы знаете, я думаю, что там раскол в коалиции еще не наметился, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это прямая спроба впливать на незалежный орган, который должен бороться с кем? С первыми топ-посадовцами. Уявите себе, если коалиция... Зачем? Если коалиция формует уряд, и антикоррупционное бюро должно бороться с урядовцами, как первыми посадовыми особами в государстве, то вы не знаете, как не будет бороться глава этого комитета, антикоррупционного бюро, если сама политическая сила, которая формует уряд, на него впливает при его обороне. А это полный абсурд. И мы запропонували. А как его контролировать? Объясняю, очень пробко. Для этого есть закон, где... Мы четко с этим, здесь присутствуют два человека, которые являются в отношении к этому. И с авторами этого вопроса. Мы являемся членами антикоррупционного комитета. Мы бы хотелось, чтобы комитет работал через 20-30 лет, независимо от каких-то политических мейнстримов. Да, абсолютно. Мы так и выписали, что 9 авторитетных независимых людей сегодня, как комиссия, выбирают троих или двоих, для того, чтобы президент формально их назначил главой антикоррупционного бюро. Это означает, что никакая политическая партия в парламенте, ни большая, ни меньшая фракция, не имеет возможности заблокировать этот процесс. Потому что этих 9 независимых людей, которые были избраны, 3 от президента, 3 от парламента и 3 от кабинета министров, они и решают, по сути, решают судьбу того председателя, который будет возглавлять это бюро. Бюро пись финальная кто ставит? Президент. Президент ставит. Я понимаю, что вы за тебя важны. Это достаточно. Я же дам вам возможность эту тему закончить, просто есть важная информация. Вот мне сейчас только что коллеги там в ухо рассказали, что из Москвы сообщают, по-прежнему идут переговоры. И конца им пока не видно. Возможно, до конца нашей программы мы все-таки получим какую-то информацию. Договорились, не договорились. Но это мы, простите, уже в следующей части нашего выпуска можем узнать. А сейчас реклама. КОНЕЦ И еще раз спасибо за аплодисменты. Переходим к заключительной части программы «Черное зеркало». В предыдущих двух частях у нас здесь были жаркие дискуссии. Под конец она разгорелась так, что я уже, кажется, потерял надежду споры остановить. Знаете, я хотел бы сейчас просто дать возможность высказаться Оксане Мельничук. Я напомню, она сегодня в первый раз в гостях. Она эксперт по вопросам культурной политики. Ей есть чего сказать, но я боюсь, что если я сейчас не дам микрофон, то она никогда не сможет вставить, что называется, свои пять копеек. Оксана. Спасибо. Я очень внимательно слушала предыдущую дискуссию. И мне очень грустно вот видеть, как молодые люди, всем же, наверное, там 40 и чуть-чуть больше, но все находятся в парадигме какого-то воинственного материализма. Вот мне хочется вас спросить, вы не читаете современных философов? Неужели вы не понимаете, что линия конфликта, она проходит по линии цивилизационного разлома? И та война, которая сейчас проходит, это не война Украины с Россией, это война цивилизаций. И вот эта линия разлома, она проходит по линии АТО, да, которую мы наблюдаем каждый день в телевизоре. Но ужас заключается в том, что островки, вот, то есть по одну линию фронта, скажем так, в сторону России, находится Советский Союз, советская цивилизация с советскими ценностями. Это технологическая цивилизация, которая была сделана, сфабриковано и навязана. А по другой линии фронта находится европейская цивилизация, которая имеет эволюционную природу, да, начиная с древнейших времен, которая эволюционировала и пришла к тем ценностям и к выработке тех ценностей, которые сейчас Украина защищает даже больше, чем сами представители европейской цивилизации. Вот, и вот ужас заключается в том, что островки Советского Союза находятся на Банковской и на Грушевского. Понимаете, вот у нас все ринулись снимать Ленина с пьедесталов, а Ленина нужно снимать с голов и с чиновничьих кресел. Спасибо. Я хочу обратить внимание на то, что Украина... Не, мы за те, чтобы... Юрий, вы возьмете слово просто. Юрий договорит Оксана. Юрий, до начала нужно было не грабить Украину, и тогда бы всего этого не было. Вы будете, припомните, как у вас украинец. Я хочу все-таки порадовать украинцев тем, что мы все-таки сделали две большие реформы за 20 лет своей независимости. Первое, мы демонополизировали компартию, да, то есть у нас много политических партий. Потом мы все-таки демонополизировали государственную собственность, у нас появилась частная собственность. С этим мы справились успешно. И общество благодаря этим двум большим реформам пошло далеко вперед, что оно демонстрировало постоянно в течение многих Майданов. А вот государственный аппарат управления остался заповедником Советского Союза. И поэтому Майданов будет у нас столько, сколько Советский Союз будет оставаться этим заповедником в органах управления. Потому что ни одной реформы государственного управления за 20 лет не происходило. Вот, Оксана, простите, перебью, а вот как раз вы просто у меня с языка в некотором смысле сняли. Я об этом хотел сказать. Вот эта история, предположим, там с запретительными, можно сказать, в известной мере репрессивными законами по средствам массовой информации, которые так живо обсуждались на этой неделе. Столько на это там сил потрачены, столько копий сломаны. Это вот не наследие там советского образа, советской модели. Давайте все запретим, давайте там что-нибудь отменим и так далее. Я бы согласилась с тем, что эта запретительная модель, это наследие советского способа управления, очень хорошо отработанного Советским Союзом за многие годы существования. Но если бы не была Россия признана агрессором, и если бы не были в реальном состоянии войны, то я бы так говорила. Но я считаю, что в состоянии, когда Россия признана агрессором, мы действительно должны принять соответствующие меры, чтобы продукт массового поражения, которым является культурный продукт российский, телевизионный или киношный продукт. Если мы понимаем, что Россия страна агрессор, если мы понимаем, что сейчас идет гибридная война, то главным оружием гибридной войны на сегодняшний день является что? Кино и телевизор. Тогда надо запрещать не только телевизор, надо запрещать интернет, потому что кино сейчас в основном смотрят в интернете. Надо запрещать там распространение дивизий. Мы говорим о оружии массового поражения телевидения. Далеко не пророссийский. Я смотрела Левиафан, я вам хочу сказать, что, во-первых, он уже есть давно в интернете, если кто-то хотел, его посмотрел. Его надо запретить? Он же попадает под запрет, насколько я понимаю. Она присутствовала в Комитете по культуре, когда обсуждались правки к закону. И вот та правка, которую Ляшко добавил в последний момент, касающаяся фильмов 2014 года, она появилась в последний момент. Именно в условиях того, что сейчас Россия признана страной агрессором. Но до этого все эти правки, которые вносились в этот закон, они запреты касались исключительно пропаганды силовых структур России. То есть под этот закон попадали фильмы, исключительно касающиеся российского спецназа, российских спецслужб и фильмов, которые являются откровенной пропагандой российской мощи и мощи Кремля. И укренофобия такая. Левиафан под эти... В результате попал. Не попадал. В результате попал. Но попадал в результате вот этой поведения. Можно короткий вопрос? Смотрите, есть такой фильм «Морские котики». Так, русский. Я не смотрю эти фильмы, но так иногда раз с одним глазом. А может быть, посмотрев этот фильм, приходишь к выводу. А может нам нужен такой спецназ сильный. Может быть нам нужны тоже свои «Морские котики». Это свои фильмы снимать, Вадим. Тебе свои фильмы снимать. А не думать из чужих людей. Правильно. Я за. Я за. Я за. Я за. Я за. Я за. Тебе свои фильмы снимать. Подожди, господи. Но, господи. Вот я просто в порядке, так сказать, интеллектуальной провокации. Ну, хорошо. Помимо закона, вот есть закон, замечательно. Но ведь смотрите, что будет происходить. Предположим, какой-нибудь канал покажет, я не знаю, там, старый советский фильм. Я не знаю. Закон касается фильмов, которые вышли после 91-го года. Я же не про закон говорю, я говорю про... Там еще про людей. Про людей, про настроение в политикуме, в экспертном сообществе, в средствах массовой информации. Представим себе, жестокий романс показывает какой-нибудь канал по телевизору. А в этот момент, играющий в этом фильме Никита Михалков, где-то в своей программе «Бесогон ТВ» в России, наезжает, как говорится, на Украину и на украинцев. Представляете, какой скандал? Будет ведь скандал? Я не думаю, что будет скандал, потому что все очень любят фильмы. Я хотела другую вещь сказать. Вот когда я сидела на комитете, когда обсуждался вот закон запретный, как я называю, вот если бы я была царицей, да, то я бы сначала приняла закон, который предоставляет какие-то невероятные льготы и максимальное сприяние росту национальному, да, национальному кинематографу, то на фоне этого закона запретный закон прошел бы незамеченным, скорее всего, да. То есть, мне кажется, что здорова конкуренция победит эту ситуацию. Он вообще не нужен был бы этот закон. Я могу этот закон оправдать только в условиях войны. Ну, как можно ждать? Ну, я шокованный за ревну дискуссии. Запоронили, что-то, что-то свободное слово. У нас война. Все в державе має працювати на то, чтобы перемогти. Будь-якою ценою. Все інше – это профанация и маніпуляция. Не цена Путин, не какие-то мирные промовины. И ценою свободы тоже? Что-что? И ценою свободы тоже? И, если нужна, ценою свободы слова. Абсолютно. Тому, так, почему, вы прочитаете будь-який закон по военный стан в будь-якій так званой демократичной країні. В Великобритании, в Франции, в Британии, в Британии, в традиции, в демократии. Всюди в этих законах в будь-якій цей країні прописана можливість обмеження закона свободы слова. Потому что это нужно, потому что там она есть. Когда выходят на загальные национальные канали ватники и рассказывают про то, что Украина – это ничего. И требуется разговаривать с так званими «ополченцами», как они их называют, вместо того, чтобы называть их террористами. То что, дозволяйте таким людям говорить? Их не можно отпускать просто. Можно, можно. Слушайте, вы смотрели фильм «В» значит «Вендензор». Вы смотрели фильм «В» значит «Вендензор». Вот так же, я вам вам дам микрофон, ну что ж такое-то? У женщины отняли микрофон. Ну вы сейчас еще подеритесь. Господа, вам дам вам секунду, знаешь, не хорошую вещь? Это база социализации. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Сейчас, Олег. Сейчас, Олег, секунду, секунду, да. Если не колы, ведь женок, не выбирайте микрофоны. И сядьте на свое место, будь ласка. Давайте просто таки же. Повстите эти фракции, пожалуйста. Олег, давайте, Олег и Иван, давайте вы сядете по местам. Олег, я дам вам слово. Сейчас, сейчас, после Оксаны. Будьте любезны, давайте не будем отдавать микрофоны никому в руки. Панель, друзья. О, Борислав, спасибо. Спасибо. Я вам уточню один момент. Вот сказали. Мы за защит национального информационного простору. Но, что очень важно, под этими гласлами, что будто защищаемся мы, или защищаем российские телеканалы, на самом деле, так, в всех странах, когда иди в война, или військовые действия, есть защищения. И они, до речи, регламентованы, в частности, рекомендациями парламентской асамблеи Ради Европы про деятельность ЗМИ в кризовый период. Так вот, в этих рекомендациях четко написано, что когда возникает потребность у государства обмежать свободу слова для того, чтобы защищать свой информационный простор, все эти обмежения должны быть четко, четко. И критерии, виписанные в законе, пункт первый, а пункт второй, решения про покарание принимаются лишь судом. Так вот, а в цьому законе, под красивыми гласлами, повноважение встанавливать правила и карать наданную чиновнику Министерству культуры, таким чином, это как шлях до встановления цензуры, так и серьезные коррупционные риски. Это просто элементарно, это элементарно, это элементарно, это элементарно неправда. Там, в Министерстве культуры, у нас целом, не рад, дичка, это не уплюдаю. А Павлов, ОПОГ любит неправду, А Друга вимога, а Друга вимога, з якою мы выступали, чему не голосовали за этот закон? Вы выступите с вимоги Януковичу вернутися, чтобы посадить его. В этом законе генерального права развертаетесь, вы полностью имеете в виду владу, робите что-нибудь. А Друге, мы вимагали, чтобы в этом законе были. Я не могу, пожалуйста, вывезьте. Пан Юрий, я перепрошу. Я просто уточнил ту дискуссию, которая была и на комитете. Я как-то намагаюсь, все-таки, ему ответить. Да. Я хочу вам сказать, что мы жли вот цей закон, которые поразглядаты, як тын часову, да, как временную меру во время войны и во время агрессии России. И я надеюсь, что в наших силах сделать так, чтобы этот закон был как можно быстрее аннулирован за необходимостью. Но как патриот Украины, вот тем, кто против этого закона, да, я очень рекомендую посмотреть чудесный фильм «Добровольцы Божии Чоты». Вот вы просто посмотрите этот фильм, этот фильм посвящен защитникам аэропорта. Это документальный фильм без единого прописанного диалога, все писалось с полевых действий. И тогда у вас не возникнет ни малейшего вообще сопротивления по поводу запрета прославления спецназа российского, их службы и тому подобное. Еще раз скажите, пожалуйста, как фильм называется? Фильм называется «Добровольцы Божии Чоты». Про киборгов. Да, про киборгов. А вот возвращаясь к цивилизационному разлому, потому что это очень важно. Украина может победить Россию, и нам для этого не нужно вооружаться до зубов. Украина уже очень сильная. Украина сильна своим человеческим потенциалом, и мы это уже продемонстрировали на Майдане гидности. И мне до боли обидно, что наша чудесная стратегия 2020, которая там прописала все, что угодно, но после Майдана достоинства культуре, которая, креативный класс, который вывел Майдан на улице, она не заняла стратегическое место. Понимаете, пока мы не поймем, что культура является фактором развития, мы будем строить наши хмаручосы на песке. А нам нужен фундамент. Оксана, спасибо. Я прошу прощения. Я вот сделаю сейчас одну вещь. Подошел ко мне в перерыве один из наших зрителей, Максим. Он студент одного из киевских вузов. И очень попросил дать ему возможность один вопрос задать конкретно Бориславу Березе. Максим. Доброго дня. В першу чергу, мне интересно, я хочу прокоментовать вашу цитату с приводу того, что на майбутніх півроку в Украине в першу чергу потребно американское озброение. Ну, если я не помиляюсь, Фаскала, это именно так. Ну, нужно не именно американское, но новые технологии, новое озброение. И нам нужна победа. Причем, много людей тут зазначало, что победа в Украине нужна. И только, что буквально хвилины, две тому, и шла мова про то, что будь-якою цяною. И, на самом деле, меня интересует, как вы думаете, проходит, ну, напевно, там пройде и Украина перемагает. И я, например, знаю, что ситуация на Донбассе сейчас складается таким образом, что большинство населения, ну, возможно, это, я не буду вам назвать точные цифры, сколько это людей, но большая количество людей, они не хотят жить в Украине, они считают, что Збройные силы Украины, они делают все для того, чтобы знищить Донбасс. И скажите, пожалуйста, после этой победы вы сможете назвать победу в этой войне, если, во-первых, Донбасс будет разбитый, во-вторых, он не хочет быть в Украине, и если поднимется вопрос, что Донбасс хочет получать автономию в складе Украины, и, возможно, Украина потеряет Донбасс легитимным шляхом, и тогда уже не будет вопрос о том, что Путин виновен в чем-то, или, возможно, кто-то другой, уже будет вопрос о том, что Украина потеряла Донбасс сама. И я прошу прокомментировать это. Я отвечу вам исторической аналогии. В 1946 году 70% немцев по-прежнему поддерживали Адольфа Гитлера, уже после падения фашистской Германии. Однако уже в 1950-м более 80% с резким негативом относились к нему. Это говорит о том, что изменилось отношение людей не только к жизни, но и к информации, которые их кормили. Как только мы сможем доносить нормальную информацию, адекватную, зрелую, до наших граждан, которые сейчас, честно, попали под зомбирование и одураченные оболванины, это правда, это действительно проблема. Как только мы сможем донести информацию, как только они увидят, что происходит реально, вот тогда будет настоящая победа на Донбассе. Поймите это. И тогда мы сможем говорить о победе. Победить оружие мало. Нужно победить еще и мыслью. И вот в этом вопросе как раз помогает культурное развитие. Потому что несмотря на то, что мы вроде бы как бы воюем сейчас по разные стороны, воюем по разные стороны, на самом деле и там и тут хотят мира, и там и тут хотят спокойной жизни. Просто им рассказали, что по-другому жить уже не получится. А их надо будет в этом не только переубедить, но и показать, как это делается. Борислав, ну на самом деле я бы немного укрупнил этот вопрос. Мы же сейчас сталкиваемся с тем, что про-украинская часть населения Донбасса, большая часть ее уже выехала в Украину. И навряд ли она туда вернется. Что мы им... Да, но это те люди, с которыми нам потом нужно... С которыми нам потом нужно будет вести диалог и строить отношения. Получится ли это? Я не могу вам сказать. Послушайте, это знаете, хочешь распешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Но для этого надо что-то менять, надо что-то делать. Для начала нужно реформировать государство, для начала нужно провести все эти реформы. Да, это хорошая теория, сделать у нас... Нет, это не теория, это не теория, это практика. Сделать у нас жизнь такой, которой бы завидовал Донбасс, это теория на сегодняшний день, не более этого. Давайте спросим по-другому. Никто ничего не делал. Знаете, я очень хорошо помню, как поляки ранее Владимир Матом, когда у них проходили реформы. Польша была не в восторге. И сейчас поляки говорят, да, мы прошли этот путь, и слава Богу, что мы его прошли. Поймите, привлекательность, она видна не сразу. Это нужно сделать. Поляков, это война. Есть пример, коллеги? Это хибное вражение, что на Донбассе большинство людей против Украины. Потому что... Из оставшихся. Из оставшихся. Юрий, не перекручивайте. Я прошу. Молодцы, кто вставший против Украины? А при чем тут из оставшихся? Тут же мова идет про то, что что делать потом с Донбассом после победы? А объективная реальность поляга в том, что большинство людей, которая за унитарную страну, с синя-жовтым прапором, и в этих ценностях жить. Потому что это показывает, в частности, социологические испытания, которые были сделаны уже после победы Майдана, после того, как Янукович только показывал, что от 60 до 65% населения Луганской и Донецкой области были за унитарную страну. Это было, когда я проводил этот вопрос. Нет, слушайте. А как эти люди делались? Эти люди никуда не делались. Декілька месяцев тому назад было проведено досліджение Фондом по моему развитию Украины. Я не могу точно сейчас сказать джерело. Но по тому досліджению, больше 40%, которые сейчас живут на неконтрольованной территории, продолжают проживать, они за унитарную, единую Украину. Господа, отсюда одна реплика, одна реплика, одна реплика, в условиях боевых действий, как их не назвать, вообще социология, любые социологические исследования, мне кажется, не могут быть признаны Гаррией. Я говорю, какие они добоевые, одну реплику, одну реплику. В любом случае, все они, все 4 миллиона, это граждане Украины, которых мы обязаны защищать. И очень важно сегодня. Мы обязаны защищать три города Украины, которые стреляют. Андрей, мы не говорим о случившем и террористов, террористов, говорим про людей, звичайно. Я хочу перекрикивать, по-другому не получается. Нет, я не умею перекрикивать. Во-первых, хочу поддержать Оксану, она поставила главный вопрос. А то, что все, что с нами происходит, вообще-то культурный процесс, в широком смысле. А у нас нет политики в отношении этого процесса. Второе, коллеги, война, это не оружие. Война, это состояние отношений в обществе. Это первое и главное, это генерал Головин, первое. Это просто... Более того, война, это состояние культуры. Когда человек наделяет себя правом уничтожить, он так решает проблему. Вот молодой человек сказал о том, что там не любят только... А кто ему это сказал? Что там не любят Украину. Я так и сказал? Да. Вы просто башите, я такого не сказал. Нет, нет, вы не понимаете. Я навпаки сказал, что там больше людей, которые любят. Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, об этом говорил наш зритель. Вы не до меня задайте, что вы до того. Что вы так зарядились? Ну, потому что вы просто відверто неправду говорите. Я так и реагую на неправду, понимаете? Вы сказали, те, кто против Украины. Я сказал, что там меньше таких. Вы, наверное, плохо слушали, понимаете? Ну, слушайте меня, пожалуйста. Вы послушайте, в это время происходит ряд событий, о которых просто нужно думать. Если, во-первых, действительно Донбассе не получился, да и не мог получиться проект Новороссии. То, что очень хотелось Путину и тем советникам, которые просто не понимали Украину. Но что там начинается дальше? Там идет поиск новоидентичности. Меня, например, на самом деле, да, в большей степени волнует то, что там возникает иное украинство. Субкультура? Ну, это отдельный разговор. Проблема в том, что там очень много людей, в том числе и тех, кто втянулся в сепаратистский процесс. Я не об адитах с Моторолами. Я тех, кто считает, что он понимает, что делает поэтому с оружием, и тех, кто их поддерживает, те самые тысячи. Там возникает другая Украина. Она может быть совковой, полукриминальной, какой угодно. Но проблема-то в том, что эти люди считают ненормальными эту часть Украины. Понимаете меня? И это не проблема, кто кого убьет. Это проблема, сможем ли мы сейчас, выйдя из войны, каким-то образом договориться о мире, поговорить о единой новой Украине. Какой-то. Если таких людей меньше, то можно заводить. Это не решается эмоциями и резкими словами. Те люди, которые за Новороссию, и те люди, которые поднимали сегодня попоры, они должны быть въязнице. В лучшем для них выплату. Я хочу завершить, просто еще раз поддерживаться. Оксанов сказал, главная задача выхода из войны, это социальное, а не территориальное единство. Если мы обеспечим социальное единство, территория вернутся. Социально-экономическое желание, а не в культурном плане. Послушайте меня, а вот если мы обеспечим социальное единство, и ему нужно еще научиться эти годы, территории, имущество, дороги придут сами. И Оксанова в этом сказать, главный вопрос, это только может культурная политика. Я сегодня общался утром с девушкой в Донецке. Она говорит, стреляют, бомбят, как будто сидишь на сабвуфере. Я говорю, и что дальше? Она говорит, знаешь, вот большинство людей не за этих, не за тех, они хотят мирной жизни, они хотят, чтобы война закончилась. Так вот, это главная вещь. Люди хотят, чтобы закончилась война, а те, которые сидят сейчас там с оружием, они этого не хотят. Я вам скажу, очень многие с двух сторон не хотят, они не знают, как остановиться. Это проблема. И вот ситуация, когда я пытаюсь с тем-то разговаривать с той стороны, я понимаю, что те люди, которые там принимают решения, ну, грубо говоря, отдают команды, они не заинтересованы в окончании войны. И там и здесь. Это их бизнес. Это всегда бывает. Это всегда бывает. Когда идет война, всегда приходят люди, которые, как говорится, кому война, кому материн. Для того, чтобы мы пришли к пониманию, что делать дальше, для этого должны прекратиться артиллерийские канонады, пулеметная стрельба, и должны перестать погибать люди. И вот тогда, с этой минуты, у нас точется диалог. А пока мы говорим, что у нас прекращение огня, по нам стреляют, и мы каждый день хороним наших пацанов, мира не будет. Борислав. И согласен, и в чем-то не согласен. Вот культура. Почему? Понимаете, вот культура, это же восприятие мира. Если у нас культура насилия, это статус совка, между прочим. Так? Значит, мы пытаемся силой решить. Если мы агрессивны, это наследие совка, у нас будет культура агрессии, в том числе на ток-шоу. Мы же не пытаемся найти общую точку зрения. Мы начинаем... Если, 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 если США допомогают, допомогают Ираку, боготикористов. Они что, совок? Они совок? Кстати, запрет Интера тоже совок. Обрать как урента. Запрет Интера тоже совок. И останнее, останнее. Если, если, основная культура, смотрите фильмы художных про войну, великую вечественную войну, фронты, прохоровка, танковые баталии, И давайте, давайте война В Голливуде фильм снимали Я вас умоляю Секундочку, в Голливуде снимали фильм Как там, солдата Райана Так, так Звольняют людину Кидают все, чтобы найти людину Врятувати его А тут батальні сцени И вот эта кинематография Радянская, она сидит в тебе, Юра Когда ты скажешь, что у нас война Сказать война легко Из войны выйти очень тяжело Война, война, нет Треба правду говорить, и это главное А не поменювати понятия А звідки правда? А почему ты так считаешь, что правда? Потому что правда одна Не может быть двое правд, а одна правда А может это, как говорят Правда, это одна и теория в украинске мове Чому сьогодні В световой политологии, в световых теориях Международных отношений говорят Про конфликты, высокой интенсивности Озброенные конфликты Але выключают слово война Только вчера Олан сказал Вы не следуете за захидными маслями информацией Не, я следую, как раз следую Только вчера Только вчера Олан сказал, что может быть тотальная война Вперше он говорил про войну на территории Украины Поэтому, если культура, культура, это культура отношения Если мы говорим, что у нас культура войны С Радянского Союза залишилась И культура фильмов, художных фильмов про войну То у нас будет война А нам потребно проводить такие законы Сейчас, мы наедем фракцию за вина Что потем, что потем А если война закончится сейчас? Что на державном слове генерал Если можно, буквально реплика, что дальше? Господа, ну секундочку, ну пожалуйста Все получат слово, я обещаю Я буду делать для этого все Просто я видел, что Максим, который задавал вопрос Хотел бы как-то среагировать на ваши ответы на ту дискуссию Как бы это голос народа, если угодно Насправді, дякую всем за такую живую дискуссию И правда пропустили Я хотел прокомментировать Но в першу чергу, я вам могу сказать Из особистого досвіду, что на Донбассе не так много людей Какие проукраинские Того, что, например, в мене там проживают У меня есть родственники, которые проживают на разе там И, понимаете, если люди не отримают Ну, вот, они должны отримать пенсию Украина, ну, на разе там Вони зупинили виплати в какой-то момент Потім виплати продовжились Но уже за межами Донецка Або на территории, ну, в плане там, где украинские войска Тобто можно было приезжать И, по суті, взяти Но, понимаете, когда ситуация изменится в таком случае Что людина, по суті Яка проживает на территории подконтрольной ДНР Або, как называют там, бойовики, террористы Не важно, как мы будем их называть Але людям... Не важно, не важно Дуже важно, как мы их будем называть Дуже важно Я имею на увазі В этом вопросе это не важно Потому что... Воно ахи важно Что я хочу пояснити Потому что, понимаете, от того, как молодой человек називает этих людей Всім стає зазуміло Його ставление до конфликта И тому дуже важливо, как он их називает Возумієте? Вот в чому питание Что я хочу сказать Что, якщо украинская влада дізнавала, что эти люди проживают на территории подконтрольной неукраинской армии Ни пенсии, ніякие виплати державе не здействовались Оскільки вважалось, что эти деньги могут піти на поддержку сепаратистам И неважливо, что этим людям не мают купить за что Ни їжи, ничего, понимаете? Питание в том, что людей перестали поддерживать Это, по-перше По-друге, с приводу вопроса правды и истины Вы сказали, что это вопрос одинаковый, ревний Но в украинской мове существует такое понятие Что правда в каждом своем, истина одна И я хочу сказать, что Если говорить про Украину после победы А вы не считаете, что Нехай Донбас остается из Украины Украина живет в кредит Это государство, которое живет в кредит И что будет, когда Украина переможе В якой не будет денег на отбудование Донбаса Мы станем, что, придатковой какой-то колонной Максим, вы сейчас не правы по одной причине Вы меня спросили Подождите, вы когда стояли С Юрем Деревянком Вы спросили нас как раз об этом Может, можно ли ждать дефолта? И мы вам достаточно четко объяснили, по какой причине Дефолта не будет И мы сейчас повторим это специально для вас, публично Подождите, и вы сказали, что вы поняли и согласились с этим А сейчас вы противоречите сами себе Потому что говорите И вот вдруг мы потерпим дефолт Не потерпим Потому что Европа Сделает все, что угодно И даст достаточное количество денег Дабы украинцы не бросились в поисках лучшей жизни в ту самую Европу Борислав, не совсем так Это далеко не так И те же самые европейцы будут сделать все для этого Но, давайте говорить о другом Давайте говорить о другом А что будет о другом? Давайте говорить о том, что вы предлагаете любить Украину за деньги? А не ли это слишком мелочно? Нет, погодите секунду Никто не предлагает любить Украину за деньги Никто не предлагает Это вам просто Кто за них, кто за Москву Есть экономическая ситуация Просто люди Заканчивается майбутин Али, Мазар! Вот так Максим, давайте точку поставим в этом разговоре Потому что это может быть бесконечный Максим, у меня очень одно правильное питание И это сейчас величезная проблема Я хотел бы даже уточнить Что, Максиме, если раньше люди могли хотя бы звезда выезжать И на контрольованной территории отримать пенсии и социальные выплаты 7 листопада они избавлены даже такой возможности Больше того, они должны зарегистрироваться на другой территории И там постоянно проживать Такой возможности у 4 миллионов нет А Украина им не дала таку возможность Поэтому с 1 лютого А дозвіл зарегистрироваться был до 1 лютого С 1 лютого миллионы людей Втратили будь-якие засоби зараз для существования И вот это я с этого, власне, и начинал И этим мав бы парламент тиждень заниматься Для того, чтобы донести Зробить возможным життя этих людей Пенсионеров, инвалидов, богатодитных семей А вот смотрите, вот человек стоит здесь, который 7 месяцев находился на передке И давайте спросим его, вот что он видел там Я серьезно, я не готовил Вот пожалуйста, подойдите к человеку Я просто знаю этого человека очень хорошо А вот, идите сюда Этот человек находился 7 месяцев на передовой Это человек, который боец дум правый сектор Задайте ему вопрос Вот там поддержка есть у Украины? Там люди хотят жить в Украине или нет? Только представьте сначала Меня зовут Володя Ответьте вопрос Ну, вообще, как бы да Хотят Как бы? Как бы да Меня вообще больше всего поражало, что люди во многих регионах Луганской, Донецкой области Разговаривают на украинском языке И язык это не самый главный вопрос, который обсуждали и россияне И все остальные И за основной футбаловы Я прошу прощения Новости из Москвы, с переговорами Пожалуйста, тишины прошу Прервались Значит, агентство Reuters сообщает, что переговоры закончились Значит, пока ни о каких конкретных результатах не объявлено Известно только одно, что эти переговоры в воскресенье будут в телефонном режиме продолжены Путин, Меркель и Олан договорились созвониться До воскресенья будут готовиться документы для имплементации минских договоренностей Ну, это можно трактовать как угодно С учетом того, что Песков, это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Охарактеризовал состоявшуюся встречу как содержательную и конструктивную Но это может ничего и не означать, как вы сами понимаете Меркель летит в Америку к Обаме рассказывать о том, что было в Москве Вот пока такие новости Я хотел бы обратить ваше внимание еще на вопрос, который мы предложили для голосования на нашем сайте еще вчера Собственно, мотивация, почему такой вопрос мы предложили Потому что, ну, как бы не нами замечено, что как только начинается процесс пробуксовки реформ Как только меньше побед на этом фронте, как и, впрочем, на военном фронте Так сразу пытаются победить где-нибудь еще Вот мы предложили, а как еще можно отвлечь народ от отсутствия реформ Варианты такие предложили Придумать и раскрыть заговор Запретить валюту Ввести цензуру в интернете Изъять русские книги Ну, я понимаю, что так Иронические вопросы Но, смотрите, удивительный результат, да? Больше половины считают, что самый эффективный способ Это придумать и раскрыть заговор Слава Богу, значит, люди понимают, что если что-то такое произойдет, они в это не поверят Это как раз признак здоровья Здоровья ума в обществе Что они понимают, что сейчас вдруг резко вскроется Группа террористов, которая хотела взорвать все православные храмы или Киева То это будет явно организовано для того, чтобы отвлечь внимание Слава Богу, что люди это понимают Но если бы только групп террористов Заговоры обычно бывают посерьезнее Там заговор генералов, заговор депутатов Как в том анекдоте Заговор депутатов, заговор оппозиционного блока Заговор народного фронта и так далее Главное, чтобы не заговор врачей или еще что-нибудь У вас какая-нибудь версия есть? Вот что бы вы предложили? Как какой-нибудь еще способ отвлечь? Я скажу в обиду Интеру провокационный вопрос И я считаю, что не стоит И так у нас в обществе очень много Я ничего не предлагаю По поводу переговоров А Борислав, вы не предлагаете ничего? Нет, два слова по поводу переговоров Очень логично, что до что быть не может Я бы предложил не отвлекать, а провести реформы Вот честное слово, я бы Арсению Петровичу предложил бы самую простую вещь Взялся за гуш, не говори, что не дюж Пошел в премьер-министр, пусть проводят реформы Я не понимаю, что он ждет И все Я к вам подойду Я к вам подойду, подержи Потому что времени мало Что хотели сказать? Хотя бы начали бороться с коррупцией Это и есть то, что большинство людей поднимают под реформами Вот когда мы слышим эту историю Что там один губернатор якобы пишет одному депутату Другой начинают его защищать Что это провокация Так хотя бы разберитесь в одном конкретном случае И все И люди уже поверят, что в стране есть перемены Послушайте, можно? Если позволите К сожалению, у власти А то меня потом Иван будет здесь К сожалению, после власти Я это делать, пане Евгенью, не буду Я достаточно выхована людина, чтобы этого не делать С будь кем Но справедливость должна всегда восстановиться Так вот, я еще хотел сказать С приводу реформ Действительно, вы поставили, хоть провокационное, но правильное запитание Жодная война и жодные боевые действия на Сходе Не могут быть випробованием отсутствия реформ А мы часто чуем Бажание прикриться військовыми действиями Тим, что не происходит, в частности, поделание коррупции в государстве Что нужно украинскому суспільству Это раз Другое, что я хочу сказать Я был после славянска, Артемьевска В тех местах Одразу после славянска Мы на стадионе в Артемьевске проводили Очень большой захват Куда приходили люди, которые там живут Местные Они еще, знаете, они еще Дуже обережно, синьо-жовті Так скречки собі прилепляли В них не было цієї символики Вони десь находили синьо-жовтий колор Вони відчували себе украинцами И они хотели Быти в украинской державе И то, что Украина извольнила ци территории Вони дякують Украине за это Тому не нужно говорить, что там уси повально Это те, которые поддерживают Россию Нема такого Но, с другой стороны Мы начали этот третий блок С вопроса информационной войны И обмежение вплива пропаганды Российской в Украине Это нужно делать Украинцам промили миски Продолжают это делать У меня вопрос уточнений по этому поводу Кто-то сейчас владеет информацией Концерн РРТ до сих пор транслирует Российские каналы на Донецкую и Луганскую область Или наконец-то прекратили Если мы говорим об информационной войне Мы запрещаем фильмы Но при этом мы позволяем Первому каналу промывать мозги В Донецкой и Луганской области Мы отличаем мобильную связь В Донецкой и Луганской области Но показываем буквально В Донецкой и Луганской области Вот информационная война Давайте не дуэтом Коллеги, у меня есть вопрос буквально следующий Здесь, конечно, по поводу базара И всего остального Перед вами сидят самые уважаемые эксперты этой страны Вот буквально самые уважаемые Вы знаете, наше общество принимает их мнение И ценит, и прислушивается Но вопрос не в этом Вопросы культурной политики Буквально очень важен И здесь действительно запрещать, не запрещать Вы знаете, мне хотелось бы Мы тоже на перерыве беседовали Мне хотелось бы, чтобы через 30 лет Через 10 лет Никто, не дай бог, к этому закону не вернулся И даже права не имел вернуться Где гарантия, если вы его сейчас принимаете Создаете прецедент Что он не вернется Это вопрос в прострацию Но есть другая история То, о чем сказал молодой человек Мы приходим в Донбасс Заканчивается война завтра Может ли себе Украина позволить Обеспечить Выплатить пенсии Выплатить зарплаты Я даже не говорю право восстановления Борислав, вы сказали, что Европа даст Я буквально хочу от каждого от вас услышать тезисы Мы считали где-то Я хочу услышать от каждого от вас И все в зале хотят услышать А теперь я вам отвечаю Дайте я закончу Год назад считали, что Украине Украине необходимо для того, чтобы Существовать в прежних режимах Ну вот, как бы границах Чтобы люди получали пенсии Зарплаты Необходимо было 15 миллиардов долларов Крым был дотационный Ну там, отменим Вдруг пропала коррупция Все равно остается дотация Год назад Ну какая бы злощинна Влада ни была Значит, у нас были договоренности С Китаем Что мы строим порт Мы строим теплицы И мы должны были получить 30 миллиардов инвестиций Это вопрос Украина должна была получить 45, это не фантазия Это договоренности с Китаем Поднимите договора И сейчас мы 3 миллиарда Ну, должны будем возвращать Которые ушли понятно куда И с кем Понятно куда Вот в чем мы фантазия 45 миллиардов Для страны это были бешеные бы деньги Сколько сейчас дает Европа? Тут 500 миллионов Тут миллиарди Хватит ли нашей стране этих денег? Не хватит Вопрос Откуда мы их возьмем? Вы были правы Украина сейчас не готова Содержать и Тобас И Крым Финансово не готова Это цифры А почему нельзя сказать чуть коррекции, Борислав? Я вас слушаю Вы говорите неправду Вы лукавич Извините Вы знаете У меня есть контраргументы Я одну фразу так скажу Вы знаете, у меня есть очень близкий Мой приятель, он часто говорит В некоторых случаях Вам лучше жевать, чем говорить Вот сейчас тот самый случай Пожалуйста Цифры не так Рядом Крым, который 80% Больше 80% Чиевкает дает результат О том, что они рады тому, что они там Продолжайте жевать И мы говорили о том, что Может быть хорошая экономическая сказка Если в Украине будет Действительно Рост экономики Мы выйдем со школы Мы говорим Мы Можем говорить Я хочу сказать Все перебиваю Оксана Оксана Пожалуйста, еще раз Оксана Мельничук Я позволю себе с высоты культурной политики Противоречить вам Дело в том, что Понимаете, вот Ну не Не бытие определяет сознание Да Точно уж И идеи правят миром Так вот Донбасс И вообще Украина Которая в руинах Находится уже 20 лет По большому счету Донбасс просто вскрыл Те раны Которые касаются Не только Донбасса А всей Украины У Украины Я уже сказала Есть неограниченный потенциал Это человеческий ресурс Который ретранслируется Потом В креативный класс И который в результате Делает креативную экономику Это внутренний ресурс страны Это неограниченный ресурс Который не требует Никаких внешних инвестиций Он просто требует Интеллектуальной мобилизации Правительства Для того Чтобы сделать Ну скажем Оформить Выработать Такую государственную политику Такую систему регуляции В виде культурной политики Которая бы создала Максимально сприятловые умовы Для развития креативного класса И вам никакие миллиарды Не нужны будут Понятие мозги Не за какие миллиарды Не купишь И я бы Какая инвестиция И я бы хотела Завершить Пользуясь случаем Передать привет от своих Донецких друзей Философов Которые сейчас Вынуждены Эмиграцией В Киеве находятся Которые стоят на той позиции Что ситуация с переселенцами Надо расценивать не как бедствие А как шанс Потому что происходит Очень большой Вот этот вот микс Господа Потом это те люди Которые Оксана мы должны заканчивать Простите Хорошо Поставьте точку Тогда я хочу сказать Что Передать слова своих Донецких друзей Донбасс умер Да здравствует Азова Донеччина И мы должны строить Абсолютно новую Новую Украину С потенциалом Украинского Креативного класса И с мобилизацией Интеллектуалов Украины Спасибо Господа Большое вам спасибо К сожалению Наше время подошло к концу Встретимся в студии Черного зеркала Через неделю В следующую пятницу Абсолютно